здравствуйте дорогие друзья на сегодняшнем занятии я хотел поговорить про историю фотографии ну сразу прям могу предвидеть как все спрашивают как что зачем почему что это такое давайте лучше настройки давайте лучше разбираться про устройство работы фотоаппарата как это все там устроено и вообще нужно зачем изучать историю зачем это нужно на самом деле сейчас постараюсь попробовать ответить на этот вопрос и постараюсь объяснить помимо того чтобы просто развить свое знание истории знания на энциклопедические помимо это еще есть некоторые моменты которые действительно важны давайте посмотрим для начала такая небольшая загадочка довольно простенькая в некоторых местах посложнее в некоторых местах попроще вот у нас есть три изображения и на первой картинке у нас изображен логотип фирмы ягуар это никакая не реклама это просто вот как логотип с которым мы будем работать на второй картинке изображен мужской костюм на третьей фотографии на причем в данном случае даже речь идет не о конкретно каких-то изображениях да идет просто символ да и давайте попробуем разобраться как вы думаете что может объединять эти три изображения вместе на самом деле вопрос такой с подковыркой и сразу на него никто не отвечает давайте я попробую объяснить начнем мы с логотипа фирмы бренд довольно известные делает премиальные автомобили и соответствовать разбираться что здесь не так есть одна особенность у этого логотипа у нас получается что если мы разглядываем этот логотип у нас глаза пробегает слева направо мы считаем изображение в данном случае именно слова считаем да и видим что сначала когда мы просматриваем это слово мы видим морду ягуара потом уже видим хвост ну получается такая логика до этого движения а ягуара что он прыгает как бы назад против движения глаз прыгает куда-то назад и прыгает не туда куда нам хотелось бы почему потому что ну в общем и целом Автомобильные бренды, как правило, позиционируют себя как некие такие продвинутые, смотрящие вперед, движение вперед, движение в будущее, инновации и прочее, прочее, прочее. Вот эти все моменты, как правило, постулируются. И поэтому вдруг, неожиданно, прыгает Ягуар куда-то назад. Давайте разбираться, почему так, почему он прыгает назад, почему не сделает ребрендинг, почему его не развернут, чтобы он прыгал по ходу движения глаз и двигался вперед. На самом деле, тут история такая, что вот этот Ягуар взят с герба основателя фирмы. Как мы знаем, герб — это набор символов, которые символизируют какие-то определенные вещи, связанные с родом человека. Это знаменитый род, известный, получает, как правило, свой герб. И у каждого герба есть свои какие-то символики, там целая есть наука, геральдик, который этим занимается, мы сейчас не об этом. Герб, как я уже говорил, это набор символов. А символы эти не просто так, они не в воздухе, они, как правило, наносятся на щит. То есть это щит, на нем нарисованы символы. У кого-то городностая, у кого-то что-то еще, у кого-то вот напрыгающий Ягуар. И теперь, если мы попробуем представить себе воина, старого, как вот древнего воина, который еще сражался мечом, топором, копьем, как правило, большинство людей у нас правши, поэтому в правой руке этот воин будет держать меч, топор или какой-то другой остро заточенный кусок железки. Это он будет в правой руке держать. А в левой руке он будет держать тот самый щит. Тот самый щит, на котором будет у нас нанесен герб. И теперь, если мы попробуем мысленно, да, произвести такую реконструкцию и поместить туда этого прыгающего Ягуара на щит, то как он будет выглядеть? Ну, это в данном случае картинка, которая здесь представлена, просто взята из головы. Там первая попавшаяся, ну, хорошо видно, что если воин правша, а большинство, как мы знаем, правши, и в правой руке он держит оружие, а в левой руке держит щит, то на щите эмблема этого Ягуара прыгает на врага. Да, то есть это правильное расположение ее, этой эмблемы. Можно развернуть в другую сторону, тогда он будет удирать от врага. Да, будет совершенно другая ситуация получаться и будет удирать. Казалось бы, какая-то ерунда. Прыгает на врага, удирает от врага, да, какая-то мелочь. На самом деле это не мелочь, это очень серьезный момент, потому что история знает огромное количество ситуаций, когда небольшое, но очень хорошо мотивированное войско побеждало крупную армию, даже, может быть, лучше оснащенную или как минимум, да, более численную. То есть это, в общем-то, на самом деле очень значимый фактор, очень знаковый фактор, когда сражения были особенно лицо к лицу, моральный дух очень был важен. И поэтому тотомное животное, в данном случае Ягуара, не должно ни в коем случае удирать от врага, оно должно прыгать на врага. Поэтому расположение этого Ягуара совершенно правильно подобрано в прыгать как раз вот в ту сторону, в которой он и расположен. Поскольку это бренд довольно старый, и он английский изначально был, хоть сейчас, может быть, и принадлежит уже другим, но тем не менее он изначально английский, и англичане очень чтят традиции, поэтому согласно традициям соблюдается вся атрибутика, соблюдается все направления движения, в том числе и даже такое не очень может выгодное для логотипа направление движения прыжка Ягуара в обратную сторону, не вперед, не в будущее, не в инновации, а куда-то назад. То есть вот здесь у нас как раз традиции привели к тому, что Ягуар прыгает сюда. Ну, вроде как с логотипом разобрались. Потом я расскажу, зачем это все нужно было. Итак, второй вопрос, мужской костюм. Вопрос попроще. Если с логотипом все было так неоднозначно, то с мужским костюмом, я думаю, гораздо будет проще. Я уверен, что многие из вас знают, почему есть одна особенность у мужского костюма, почему она именно вот так устроена, а не как-то иначе. А именно, у мужского костюма он устроен всегда так, что любая деталь мужского костюма имеет такой запах, что левый борт всегда закрывается поверх права. Ну, то есть это, если мы возьмем любые вещи, это не только касается пиджаков, это и рубашки, сорочки, да, это и пальто, это и куртки, и плащи, все что угодно. Все вот так вот устроено у мужских костюмов, что левый борт всегда идет поверх права. То есть, если мы говорим про женские одежды, да, там может быть самые разные варианты. Может быть слева направо, справа налево, и может быть сбоку, сзади, как угодно может быть, в мужском костюме есть одни требования, а в женском гораздо все комфортнее, гораздо все спокойнее, и вариантов может быть много. И вот такой вопрос, который, в общем-то, даже немножко детский, но тем не менее, мне кажется, довольно интересный, потому что, в принципе, вы можете с этим столкнуться, с тем, что вам зададут такой вопрос. Например, ребенок какой-нибудь, да, который очень любит любознательно задавать вопросы, он спросят, а почему вот мужские костюмы, они всегда сделаны так, что вот левый борт поверх права. Вот женские могут быть и так, и сяк, и как-то еще по-другому, а вот мужские так, вот почему. Ну, и большинство людей как-то немножко плавает в этом вопросе, поскольку я проводил много занятий очно, да, и общаюсь с живыми людьми, и вот спрашиваешь, и начинают всякие разные варианты ответа из серии, да вот проще оружие доставать. И тут начинаем вспоминать, что на самом деле мужской костюм появился до того, как стало распространено скрытое ношение оружия, и мужской костюм уже существовал тогда, когда оружие было в ходу, и гораздо больше, да, и вспомним, допустим, мушкетеров, тех же самых, они носили перевязь с оружием поверх одежды, да, потому что нельзя носить меч, там, или шпагу под одеждой, в те времена было, да, потому что если вы будете носить это под одеждой, то велика вероятность того, что вы не успеете просто ничего выхватить, да, потому что вас уже проткнут. Поэтому вопрос с одеждой и оружием отпадает. Там много было вариантов про часы, про удобство одевания, тоже такой был вариант, да, когда люди говорили, что, ну вот, мол, как бы, если в таком варианте удобнее застегивать. На самом деле, если говорить про женскую одежду, им удобно и так застегивать, и сяк застегивать, да, и мы понимаем, что не в этом дело. Ни в оружии, ни в удобстве, ни в часах, которые тоже иногда приводят как аргумент. А дело все, нужно поковыряться, опять как раз вернуться в историю, вернуться назад и посмотреть, опять же, на тех же самых воинов, которые шли в атаку, которые шли в бой. Испоминаем, что большинство воинов правши, опять же, да, даже если кто-то был левша, таких немного, но, тем не менее, такие люди есть, все равно в строю, в боевом строю, они должны были держать оружие в правой руке, да, и даже вот левши вынуждены были сражаться, как и большинство. Итак, в правой руке у него остро заточенный кусок железки, которым он протыкает врага, крушит своих врагов, а в левой руке у него щит, да, вспоминаем, да, все то же самое. И на нем должны быть доспехи на войне. Мы забудем сейчас про железные доспехи, которые стоят в музее, потому что это, в общем, редкая вещь, и железные доспехи для нас неинтересны, это очень-очень-очень редкая ситуация, когда кто-то носил железные доспехи, это были сверхбогатые люди, поэтому их единицы. А большинство в армии, большинство солдат, воинов, они носили какие-то более простые, как правило, кожаные, там, с металлическими какими-то ставками, доспехи, которые были более утилитарные, более простые, и каждый должен был надевать их сам на себя. Это важное условие, да, потому что если там вот железные доспехи, там помогали разные адъютанты, то если говорить про оруженосцы, да, если говорить про обычную, воин он сам должен себя экипировать, то есть завязочки или какие-то системы крепления этих доспехов должны были быть, а, под руками, а, б, они должны быть такими, чтобы во время боя, если он машет постоянно правой рукой, он дерется, да, машет постоянно правой рукой, левой рукой защищается, чтобы если завязочки эти порвались или развязались во время боя, или их перерубили враги, чтобы не получилось, чтобы доспех распахивался. То есть если у нас будет правый борт поверх левого, то если будет такая ситуация, как на женских костюмах довольно часто встречается, то порвались завязочки или в пылу боя развязались, человек размахивается правой рукой, чтобы ударить кого-то, и у него доспех распахивается. Он распахивается, и весь правый бок оказывается воина свободен, открыт для поражения, и это не очень хорошо. А если будет левый борт поверх правого, как на мужских костюмах это происходит, то при замахе рукой у нас не будет происходить то, что костюм распахивается, Потому что под весом собственной тяжести доспех будет оставаться закрытым. То есть вот такая вещь, которая была очень-очень давно. Сейчас мы не ходим ни на кого, ни с топорами, ни с молотками, ни с остро заточенными железками. Хотя иногда, конечно, очень хочется, но мы этого не делаем. Мы уже вроде как перешагнули этот этап. И поэтому, казалось бы, нам вот этот рудимент в виде левого борта поверх правого всегда не нужен. Но тем не менее, если мы берем мужскую одежду, вы увидите только такое решение. То есть никаких других альтернативных решений для мужского костюма не предусмотрено. Ну вот максимум, что может быть еще молния, которая встык. Но это скорее уже не костюм, а уже что-то другое. Так вот, если мы говорим про костюм, традиционная одежда, она вот такая вот, потому что она сформировалась давно. Это традиции. То есть вот мы уже несколько раз произнесли слово традиции, и действительно, действительно, вот эти картинки, которые мы видим, объединяют традиции. И вообще очень многое в нашей жизни объединяет традиции. Причем, как я показал сейчас на нескольких примерах, вот таких довольно простых примерах, показал то, что эти традиции порой спрятаны очень глубоко. То есть найти мы их не можем, порой, да, без помощи людей, которые разбираются в истории, мы их не можем найти, мы не можем их распознать. Мы просто как факт оказываемся перед лицом этих традиций, мы их используем, мы в них живем, мы с этим существуем, но откуда они берутся, мы не знаем. Поэтому, если говорить про фотографию, конечно, очень важно изучать традиции, то есть очень важно разбираться именно с историей фотографии, понимать, откуда что пошло, откуда что появилось. И изучая эту историю, мы можем понять, почему именно фотоаппараты такие, почему именно фототехника такая, почему именно все так устроено, как мы видим, а не как-то по-другому. Из-за чего вот такие вот у нас стандарты, из-за чего такие форматы, из-за чего вот так это все устроено, на это нужно обязательно понимать, изучая историю. Ну, чтобы быть, опять же, не быть голословным, вот по поводу истории фотографии тоже еще один пример приведу, довольно наглядный. Вот у нас картинка, на которой, ну, имитация работы фотографов в студии. Ранние фотографы, у них было много проблем. Одна из проблем была у ранних фотографов, она заключалась в том, что светочувствительный материал, который они использовали, то есть пластину со светочувствительным материалом, ну, она была довольно такая слабая чувствительность по современным меркам, и поэтому выдержка фотографий старых была очень длинной. Ну, чтобы сделать кадр, нужно было, чтобы камера долго работала, да, долго улавливала свет. Если речь шла о фотографировании людей, то людей нужно было хорошенько фиксировать, то есть нужно было придумывать какой-то способ, при котором человек не шевелился бы. Потому что если он шевелился бы и сидел, вот как я сейчас размахиваю руками, там, и, короче, головой, то на фотографии он получился бы смазанный, да, и пришлось бы выкинуть довольно дорогостоящую вот эту пластину, там, реагенты серебра используются, все это очень дорого, и труд, и фотографы очень дорогой, да, и поэтому, ну, большие траты, да. Поэтому фотографы, которые снимали тогда, ранние фотографы, они придумывали разные такие ухищрения, чтобы зафиксировать клиента. То есть клиент не просто, как правило, сидел, да, а клиент сидел там с учетом каких-то там зажимов, подпорок, всяких разных упоров, которые не давали ему шевелиться, крутить головой, там, махать руками. То есть все было зафиксировано довольно надежно. И вот мы, кстати, можем видеть, да, что вот у фотографа в правой руке крышечка, не было тогда затворов на фотоаппаратах, потому что затвор не сразу появился как составная часть фотоаппарата, изначально вообще его не было, просто крышечку открыл, свет пошел, да, крышечку закрыл, свет прекратился. Это первые ранние фотоаппараты. Потом появилась как аксессуар дополнительный, на объектив устанавливалась, да, такая отдельная приблуда, которая представляла собой затвор, и только через некоторое время затвор стал составной частью фотоаппарата. Это не сразу произошло. Так вот, мы видим как раз ситуацию, когда затвора вообще нет на камере. Есть крышечка, которую снял фотограф и держит ее в правой руке. А в левой руке он держит хронометр, по которому он засек время, и идет выдержка, да, там, несколько минут. Некоторое время должно пройти, и фотограф должен стоять неподвижно в данном случае, потому что это фотография фотографа, да, и клиент должен сидеть неподвижно. А и вот разные ухищрения придумывались, там, подпоры, зажимы, и всякие разные упоры, которые позволяли клиента довольно надежно зафиксировать. Причем довольно интересное было соревнование, не только кто придумает, там, лучшую, там, химию про проявки процесса или какой-то придумает новые условия для съемки, не только художественную часть фотографа тренировали, они, конечно, еще и тренировали вот это умение сделать такие незаметные зажимы и подпорки, которые позволят клиенту довольно комфортно сидеть в позе, которая выглядит очень естественно. Вот, можем видеть, да, подпорка для головы. Довольно она диковато сейчас, конечно, по нынешним меркам выглядит, но, тем не менее, такое было очень в ходу, очень было популярно. Все могли зафиксировать, чего не могли зафиксировать фотографы? Довольно очевидный такой ответ, не могли зафиксировать глаза. Человек, который приходил в фотостудию, особенно в те времена, это было дивное диво, и, конечно, это было очень интересно, начинал смотреть в разные стороны, начинал разглядывать фотографа, начинал разглядывать студию, в результате это приводило к тому, что глаза у него начинали двигаться. И, как вы сами понимаете, хоть и тело зафиксировано, глаза двигаются, В результате, получается, вместо глаз на длинной выдержке получались такие бельма, такие страшные, жутковатые получались изображения. Тут, конечно, нужно было ретушером браться за работу, и они ретушировали эти изображения. Ну, что, сами все понимаете, не очень хорошо, не очень удобно, потому что ретушь хоть и существовала, она была довольно сложной. Поэтому фотографы придумали довольно интересный такой ход ушами, финтушами, так можно сказать. И что они сделали? Я думаю, что вы сейчас узнаете, что они сделали. Вот на этой фотографии присутствует элемент, который как раз является тем самым элементом выдумки фотографов, который очень был распространен. Видите, да, что здесь на этой фотографии есть такое, что нам знакомо? Ну, может быть, сразу не увидели, давайте я подскажу. Птичка в клетке. Птичка в клетке, нарисованная наверху, она здесь присутствует, и фотографы говорили своим клиентам, смотри на птичку. То есть ставили клетку, ставили с птичкой эту клетку и говорили, смотри на птичку. И клиенту предполагалось, да, что он будет смотреть на эту птичку, и, ну, может быть, говорили, что сейчас вылетит птичка, да, или сейчас она выпорхнет птичка. Да, и вот эта фраза, которую многие люди помнят с детства, когда фотограф снимает, сейчас вылетит птичка, вот она откуда взялась. То есть у нее есть корни, у нее есть реальное обоснование, откуда она взялась, и совершенно это реальная вещь, это невыдуманная история. Хотя в детстве, лично мне, например, казалось это довольно диким, то есть, ну, когда дядя говорил, что сейчас вот из этого фотоаппарата вылетит какая-то птичка, мне казалось это очень странно, да. Вот я думаю, что многие из вас тоже сталкивались с такой ситуацией, когда это выглядит довольно дико, но, тем не менее, фраза такая была. Сейчас мы ее уже стали забывать, точно так же, как мы через некоторое время, я уверен, будем забывать фразу типа, скажи, сыр, который сейчас в какой-то степени в ходу, да, say cheese, да, say cheese, это улыбнись, да, по сути, cheese. Вот то же самое, забывайте тоже, зачем нужно было говорить cheese, да, зачем нужно было говорить сыр, ну, вот, надо понимать, что вот есть такие вещи, которые каким-то образом идут нам из глубины истории, мы не понимаем, откуда они взялись, но они, тем не менее, с нами, тем не менее, они здесь. Поэтому нужно обязательно хотя бы в минимальных таких вещах разбираться, нужно понимать, как устроена вещь, да, именно исходя из истории ее формирования. Поговорим про основные этапы развития фотографии. Ну, начнем с самого начала, да, отмотаем историю на самое-самое начало, и, естественно, родначальницей фотографии это была камера-обскуры, это темный ящик с небольшой дырочкой, скорее всего, это появление этого инструмента было довольно случайным, возможно, что это было какое-то помещение, какой-то сарай, да, глухой, да, с темными стенами, и в одном из там стен появилась дырочка, там выпал сучок, условно говоря, там в доске, и вдруг кто зашел, обнаружил, что внутри этого помещения, на стенку проецируется изображение, перевернутое изображение того, что находится у нас за пределами этого сарая. Я предполагаю, на самом деле я не знаю, как это образовалось, но очень легко предположить, что именно так и было, потому что упоминают камеру-обскуры очень давно, про нее говорили очень многие люди, и это там вообще уходит в такое дремучее прошлое, что уже даже там и корней-то не видно. Так, в общем, такой инструмент довольно распространенный, известный, и его использовали художники, этот инструмент камеры-обскуры, для создания зарисовок, для создания эскизов, по которым потом уже создавались какие-то более сложные, более такие продвинутые работы. Вот примерно, чтобы было понятно, как выглядит камера-обскуры. И вот так выглядят ранние версии камеры-обскуры. Художник вот с этим вот инструментом, в котором проецируется изображение на стекло, на поверхности, укладывается промасленная бумага, и уже на этой бумаге что-то делается, какие-то зарисовки, какие-то эскизы, какие-то наброски, которые потом идут в дело, да, с которыми потом работают. Вот более поздняя версия камеры-обскуры. Мы уже можем видеть здесь довольно интересную такую деталь, именно такой деревянный щиток, которым закрывается у нас художник. И опять же, многих людей он смущает, они говорят, зачем? Зачем нужен этот щиток деревянный, зачем это нужно? Ну и разные версии, чтобы не бросали помидоры в плохо рисующего художника. А на самом деле нет, конечно, это защита от света. Это примерно то же самое, зачем фотографы в более поздние времена накрывались одеялом, вот таким чёрным покрывалом, когда фотографировали. Наверное, когда мы смотрим хронику, кино старое, да, или там ретрофильмы, то мы можем видеть вот как раз ту самую ситуацию. Деревянный ящик на треноге, как правило, да, и фотограф накрывается с головой вот этим чёрным покрывалом, что-то там колдует, потом вспышку достает и фотографирует. Это очень частое явление, на самом деле, принципиальная схема того фотоаппарата не сильно отличалась от камеры обскуры, и там вместо задней стенки было матовое стекло, и на это матовое стекло проецировалось изображение. И чтобы видеть хотя бы хоть что-то он там, что строит, что собирается фотографировать, фотограф закрывался чёрным одеялом. Вот как раз притеча этого закрывается деревянным щитком, чтобы свет не мешал зарисовывать, чтобы он не мешал нам делать эскизы художнику. Вот принципиальная схема камеры обскуры, как видите, очень сильно напоминает зеркальный фотоаппарат, к которому мы ещё подойдём и про который мы поговорим. Понятное дело, что художники — это вообще люди такие довольно капризные, они довольно своенравные и стоят много денег их услуги, и поэтому всё время у людей было желание, всё время, что была в ходу камера обскуры, всё время было желание как бы сделать так, чтобы можно было фиксировать изображение без участия вот этих вот художников, то есть чтобы исключить человеческий фактор из создания, собственно говоря, вот этих вот изображений. Да, это было понятно, что это возможно. То есть на самом деле с точки зрения физики было понятно, потому что люди видели, что краски на солнце выгорают, люди видели, что камни на солнце выгорают, люди видели, что волосы, опять же, осветляются на солнце, загар появляется, фрукты меняют свой цвет под воздействием солнечных лучей. Ну то есть всё было известно, что какая-то химическая реакция может быть, фотохимическая, она присутствует, и она, в принципе, могла бы изменить нам вот как раз какие-то отдельные части изображения, чтобы получилась та самая фотография, которую мы вот сейчас теперь знаем как очень важный и нужный инструмент нам. И многие люди думали, как это сделать. Первым технологически решил вот эту проблему получения изображения без участия человека. Человек, который сейчас у вас показан здесь на экране, это Нисфор Непс. То есть вот этот учёный придумал, как получить изображение без зарисовки, без эскиза, без художника. И он сделал первую фотографию, вот она выглядит, она сохранилась, дошла до наших дней. Это первая фотография в истории человечества, сделана в 1826 году и представляет собой вид из окна мастерской. То есть он сфотографировал просто из окна своей мастерской, он взял, использовал медную пластину посеребрёную, покрытую слоем асфальтового лака, светочувствительного, да, и длилась экспозиция несколько часов, то есть вот это изображение формировалось в камере несколько часов. Очень хорошо, кстати, видно, потому что у нас, видите, здание слева и здание справа освещены с разных сторон. Это означает то, что Солнце успело пройти полный круг над головой этого как раз двора, можно так сказать, над головой фотограф, я хотел сказать, но ясное дело, что фотограф там не стоял эти несколько часов, над двором Солнце прошло полный круг и сформировалось изображением. Оно сохранилось, вы это увидите, можете видеть, первая фотография в истории человечества, это пейзаж, городской пейзаж. 1826 год, еще раз. Напоминаю, вот с этого момента можно отчитывать создание фотографии. Хотя, конечно, тогда эта фотография еще не называлась, это называлась гелиография, да, от слова гелиос, Солнце, ну и было много разных других названий, но тем не менее, вот мы можем смело называть это первой фотографией. Развил идеи Нисфора Непса, развил Луи Дагер, очень тоже хороший и предприимчивый такой ученый, да, который помимо того, что был хорошим ученым, он еще и был хорошим в плане бизнеса, таким успешным персонажем, и он выкупил права на изобретение у родственников Непса после того, как тот умер, и продолжил свои собственные исследования. Более 10 лет он развивал тему создания изображений при помощи Солнца, да, без участия человека. И, в общем, родился процесс, который стал называться Дагеротипия, да, по его фамилии, Дагер, да, по его фамилии Дагеротипия. Довольно очень часто встречается в описаниях. Я, честно говоря, даже не знаю, как правильно говорить Дагеротипия или Дагеротипия, там, это уж, пускай сами разбираются филологи, знатоки русского языка, но вот, мне кажется, Дагеротипия. Это довольно популярная была такая технология получения изображений. Один из самых известных Дагеротипов самого Дагера, это сделано в 1838 году. Фотография Парижского бульвара. Чем примечательна эта фотография? Ну, помимо того, что она уже довольно детализирована, она уже довольно четкая и классная с точки зрения именно разглядывания, детальные, хорошее изображение, а еще это интересно тем, что это, в данном случае Дагеротип, это, ну, мы будем говорить, фотография для простоты, эта фотография является первым снимком живых людей. То есть до этого не фотографировали живых людей, в силу очень длинной выдержки было сложно фотографировать, и вот это первое изображение живых людей. И все такие, позвольте, а где здесь живые люди, где они здесь есть-то? Вроде дома есть, да, улицы есть там, а где живые люди? Но если приглядеться, то в левом нижнем углу можно увидеть фигуру чистильщика обуви и его клиента. То есть по свидетельству очевидцев, тогда на бульваре было очень интенсивное движение, то есть было очень много карет, подвод, людей прогуливалось, но за счет длинной выдержки они все смазались, то есть от них никакого следа не осталось. А вот чистильщик обуви и его клиенты, они стояли долгое время неподвижно, но относительно неподвижно, и поэтому они стали первыми людьми, которые живые, были запечатлены на фотоснимке. Дагеротипов очень много сохранилось, они очень интересные, некоторые дагеротипы позволяют нам увидеть, как выглядели известные исторические личности, например, Николай Васильевич Гоголь, хотя вот нам кажется иногда, что Гоголь это было когда, а фотографии это когда, это совершенно разные эпохи, но тем не менее нет, вот мы можем видеть, как он выглядел, мы можем видеть декабристов, мы можем видеть таких деятелей, как Аврам Линкольн, например, очень интересно на них посмотреть, и можно увидеть, кстати, что качество самих дагеротипов довольно высокое, то есть можно видеть все подробности, все детали, и это очень хороший, конечно, результат для 1864 года, напомню. Вот, это, конечно, было очень здорово, но о дагеротипе было много минусов, и главный минус был в том, что это была единственная такая штука, которая в единственном экземпляре исполнялась, это как фактически Polaroid всем известный, одноразовая такая штука, в которой в единственном экземпляре и другого варианта нет, переснимать их, разумеется, было бессмысленно, дагеротипы, потому что слишком они тусклые, слишком темные для того, чтобы делать нормальную пересъемку, как-то по-другому способу тиражировать, это тоже было невозможно, и поэтому это было так, в единственном экземпляре. То есть получалось изображение на металлической пластинке, как правило, красивое, качественное, четкое, замечательное, ну, одно, да, и все. Это очень, конечно, тормозило фотографию, хотя дагеротипа была очень популярна, это было очень модное увлечение, было продано огромное количество камер, дагер продал в свое время, очень много было продано этих пластин, ну, то есть с точки зрения шума, она делала много, да, вот эта вся технология, но, естественно, она была некой игрушкой, пока не появился следующий человек, Уильям Тальботт, вот он как раз перевел фотографию на те рельсы, которые нам уже более привычны, он придумал способ тиражирования фотографий, позитив-негатив, вот то, что нам, негатив-позитив, вернее, печати изображения придумал, довел технологии дома, и фотография уже превратилась в то, что мы привыкли видеть именно в инструмент, в инструмент создания не просто каких-то единичных изображений, а именно инструмент работы фотографа, инструмент работы, в том числе, там, фотокорреспондента, в том числе, там, и каких-то других вещей, да, которые связаны именно с тем, чтобы получать копии, с тем, чтобы получать тираж. Вот и дальше пошло-поехало, первые фотоаппараты, как вы помните, были довольно неуклюжи, это огромные деревянные ящики, и вот как раз видно, что на этой гравюре как раз видно, да, вот как работал фотограф того времени, вот у него была палатка походная, в ней вот эти реагенты, химия, да, вся эта проявка и закрепление было, и вот он стоит, накрывшись черным одеялом, строит кадр своего большого фотоаппарата, наверное, строит какие-то там, композиционные, выбирает моменты, и стоит у него подмастерье рядом с пластинкой, как правило, пластина, покрытая светочувствительным материалом, у этой пластины есть специальная задвижка, чтобы она раньше света не засветилась, и вот когда фотограф будет готов, когда он построит кадр, как ему нужно, возьмет у мальчишки пластинки, вставит ее в фотоаппарат, снимет задвижку с этой пластинки, откроет крышечку, закроет крышечку, вставит задвижку, достанет пластину, ну, много телодвижения, но тем не менее, это уже фотография, в которой мы привыкли уже, собственно говоря, ориентироваться. Вот так выглядели старые фотоаппараты, всем известны, это большие деревянные ящики, на треногах, с одеялами, на разные версии были, но, несмотря на то, что они выглядели и выглядят архаично, и, может быть, как-то для нас непривычно, и очень монструозно, качество старых фотографий было довольно высоким, как это ни странно, оно было довольно высоким, и мы привыкли думать, что какие-то старые снимки, это что-то такое мутное, что-то нерезкое, что-то какое-то шумное, на самом деле не всегда так. Можно посмотреть очень многие старые снимки, например, можно посмотреть на фотографии Сергея Михайловича Прокудиногорского, это наш российский фотограф, который в начале 20 века по распоряжению императора Николая II работал над таким большим проектом фотографирования Российской империи, то есть он ездил на личном поезде Николая II по Российской империи и фотографировал разные уголки. Эта работа заняла у него не один год, там больше 10 лет он занимался этими поездками, разъездами, и он сразу делал цветные фотографии. Вот в чем еще особенность его работ, и чем он стал знаменитый, и чем он стал прославленный, он делал сразу цветные снимки. Вот эти снимки, которые вы видите перед собой, они были прям сразу созданы цветными. То есть это не раскрашенная, тоже была, кстати, очень популярная такая технология, когда делался черно-белый снимок, а потом художник довольно быстро, полупрозрачными красками, раскрашивал картинку какими-то простенькими цветами. Это было очень популярно, но вот эта фотография нет, она была сразу цветной. То есть у него была своя технология, которую он не сам придумал, но развил и воплотил в жизнь, да, в массовом производстве, и делал сразу цветные снимки. Мы можем видеть, что фотография очень четкая, очень детализирована, здесь очень много подробностей, здесь хорошие цвета. И таких фотографий сохранилось очень много, и фотография много лет. То есть если мы посмотрим на дату изготовления этой фотографии, вот, допустим, 1915 год, очень-очень древняя фотография, ей больше ста лет. Или вот здесь, да, вот как раз фотография уже больше ста лет, этой фотографии очень много лет. Кстати, сам Сергей Михайлович Прокудин-Городский, вот он сидит на дрезине, если посмотрите, в шляпе и в сапогах, в пенсне, он довольно часто присутствует на фотографиях на своих же. Ну, то, что мы сказали бы, любил селфи пилить. Наверное, можно было бы сейчас так сказать. То есть на многих фотографиях он присутствует, мы можем видеть, как он выглядел. Но не в этом дело, гораздо более важно, что я хотел бы обратить ваше внимание на то, что детализация фотографий очень высокая, да, и качество изображения тоже очень высокое. То есть это действительно очень такие высококачественные снимки, которые, в общем-то, да, современной камере не факт, что можно повторить, с точки зрения качества исполнения. Если кому-то интересно про Прокудин-Городского, то про него снял фильм Леонид Парфенов в 2014 году, сделал большой фильм, полуторачасовой, в котором он рассказывает про историю Прокудина-Городского, как так получилось, что вот он снимал, как так получилось, что вот он был очень известным фотографом, и как так получилось, что снимки, библиотеку, фотографии, которые он сделал, оказались в библиотеке Конгресса США. И, кстати, это большое благо, да, судя по фильму и судя по историческим воспоминаниям, да, они сохранились, хоть они там отреставрированы, они там отретушированы, во многом случае, да, они там оцифрованы и выложены в свободный доступ, поэтому каждый желающий может пойти посмотреть и понаблюдать, как выглядела Россия больше, чем 100 лет назад. Вот в фильме подробно объясняется, как так получилось, почему эти фотографии там, а не у нас, да, почему мы не ценим свое наследие, почему мы не занимаемся историей, ну, я думаю, вы все и так понимаете, смутное время, которое тогда было, оно, конечно, не располагало к тому, чтобы сохранять какие-то там фотографии Российской империи. Но, тем не менее, можно посмотреть, можно немножко с образовательной целью узнать, кто это такой, потому что это действительно очень известный наш фотограф, российский. Многие люди, получив эти отсканированные фотографии, решили проверить, что же изменилось там за 100 лет, с лишним лет, и взяв исходные фотографии, отправились на те же самые места и сделали парные снимки, как вы можете видеть, да, что было, что стало, и довольно интересно наблюдать, конечно, за развитием нашей страны, можно видеть, да, как вот в многих местах практически ничего не поменялось за 100 лет. Такая стабильность, такая ровная, вот, это довольно интересно тоже наблюдать с точки зрения истории, да, довольно интересные такие моменты. Ну, я уверен, что набрав в поиске, буквально там в гугле про Кодин-Горецкий, у вас выбудет огромное количество ссылок, огромное количество фотографий, вы сможете все сами посмотреть, все сами проверить и убедиться, что качество фотографий было высокий, я про это говорю, про качество. Если говорить про, там, скажем, Америку или говорить там про Европу, то у западного мира не было про Кодин-Горецкого, вот не было такого человека, который занимался цветной фотографией столь давно и так самоотверженный, создал такую большую библиотеку цветных изображений, такого не было, у них была в почете черно-белая фотография, но она тоже была очень качественная, то есть можно найти фотографии, которым тоже больше 100 лет и убедиться, что снимки высочайшее его качество, то есть высочайшая детализация. То есть если мы возьмем, например, вот этой фотографии, кусочек сбоку, где-нибудь, как мы знаем, сбоку, качество изображения наиболее слабое у любого фотоаппарата, по краям изображение не такое резкое и, как правило, изображение более темное и менее детализированное. Так вот, если мы возьмем сбоку кусочек фотографии и увеличим, то мы сможем видеть, что потрясающая детализация, очень высокое качество, мы можем видеть вот эти фотокорреспонденты или даже кинокорреспонденты с киноаппаратами, видны их типажи, видны их лица, видны выражения лиц, видны мелкие детали, видны даже крой костюмов. То есть вот эти мелкие детали, это, конечно, потрясающе на этих фотографиях разглядывать. Таких фотографий сохранилось очень много, опять же, целые библиотеки есть, можно на них посмотреть. Действительно, это удивительная вещь, посмотреть, как выглядел мир тогда, сто лет назад, и увидеть, насколько качественная была фотография, насколько она была детализирована. И можно увидеть, что выдержка этих фотографий уже была вполне приемлемая, то есть это не было несколько минут, это была выдержка, которая привычная нам, вот я увеличил фрагмент изображения, можно увидеть, что машины едут, люди идут, а колеса не смазанные, и ноги тоже не сильно смазанные, то есть это означает то, что выдержка уже была какая-то близкая к тем выдержкам, к которым мы привыкли оперировать. То есть уже не смазанный, получается, движущийся объект, это означает то, что уже комфортны были условия съемки, с точки зрения съемки. Так вот, вопрос главный, почему эти фотографии, которые мы сейчас видели, черно-белые, старые фотографии, цветные фотографии старые, им больше 100 лет, и почему, если вы возьмете современный черный фотоаппарат, пойдете на то же самое место и попробуете сделать снимок, то, скорее всего, у вас будет ждать довольно такое болезненное разочарование. То есть вы придете и вдруг, бац, и фотография, которую вы сделаете на современную камеру, которая там 100 лет эволюции, и техника, и прогресс, и цифровая технология, и вдруг, бац, она снимет хуже, во многом, хуже, чем 100-летняя камера. Ну, ответ здесь довольно простой, на самом деле, он кроется в физике, снимали вот эти фотографии, делали эти снимки на камеры, так называемые, большого формата. Вот те самые большие здоровенные камеры, которые на треногах, эти ящики, и на них были, применялись огромные пластины большого размера, вот те черно-белые фотографии, которые я вам показывал, они были сняты на пластины размером примерно с лист А4, то есть довольно большие такие пластины, покрытые там, щедро очень покрытые светочувствительным материалом на основе серебра, вот, и поэтому, конечно, большой размер позволил получить очень-очень высокую детализацию. В фотографии есть такое правило, которое пока не удалось обойти, пока оно незыблемо, правило, чем больше у вас размер пластины, или матрицы, или носители, на которые вы собираетесь порецировать цвет, тем выше у вас будет при прочих равных качество изображения. Очень важная оговорка при прочих равных, потому что, ну, понятное дело, что вот поколение матриц бывает разное, и там то же самое, пластины тоже могут быть разные, и пленка может быть разной, поэтому мы говорим, если берем одинакового поколения, произведенные какие-то вещи, то, как правило, там будет, чем больше будет размер пластин, тем будет качество выше. Но, если даже взять с большим разрывом по времени, да, старое поколение технологий, да, и посмотреть, увидеть то, что большая пластина, даже старой, столетней давности, легко на лопатки укладывает там современную матрицу, современного фотоаппарата по своей детализации, по четкости проработки. Но единственный момент, который и тогда был, и сейчас остается, вот с такими большими фотоаппаратами, с этими гармошками-мехами, да, с треногами, и даже вот если они будут такие современные, как здесь на снимке с металлическими конструкциями, да, и карбон, там, титан и прочее, прочее, применяются новые технологии, все равно это очень громоздко, все равно это очень тяжело, все равно это нужно подмастерье, все равно это сложно снимать, и вот репортаж с таким фотоаппаратом, конечно, не снимешь, да, и на самолете с таким фотоаппаратом полететь довольно тяжеловато, да. Поэтому, конечно, во все времена шла работа над уменьшением размера фототехники. И так появился у нас так называемый средний формат. То есть если большой формат был, это фотокамеры, в которых носитель информации, то есть матрица, пластины, или там пленка, были больше 10 сантиметров по одной стороне, такое определение большого формата, то есть если одна из сторон он больше 70 сантиметров, значит, это уже большой формат. То средний формат оказался зажат между 10 сантиметрами по одной стороне и 35 миллиметрами вот в этом диапазоне. То есть 10 и 3,5 сантиметра вот в этом диапазоне оказался зажат средний формат. Ну вот камеры среднего формата вот так выглядели и продолжают, кстати, выпускаться до сих пор, они пользуются популярностью. Средним форматными камерами снимала, например, миссия лунной миссии, вот Аполлон, которая отправлялась на Луну, вот она снимала вот этими камерами, вот одна как раз из этих камер представлена здесь на иллюстрации. Снимки, кстати, которые делались лунной миссией, сейчас тоже оцифрованы, выложены в свободном доступе на сайте НАСА в огромном разрешении. Если кому-то это интересно, то можно пойти скачать и посмотреть, как оно там на Луне. Посмотреть, нет ли здесь следов постановки любителей конспирологии, можно как раз поразглядывать в очень сильном увеличении. Фотографии огромное количество, несколько тысяч этих снимков. Ну вот можно посмотреть, как среднеформатная техника использовалась, эксплуатировалась тогда 60-70-е годы в космосе. Это уже была более компактная техника, но при этом довольно высокое качество изображения давала. Среднеформатный фотоаппарат, как правило, выглядит примерно так. Наверху у него, если обратить внимание, такая штука, которая называется шахта. Вот эта открывающаяся штука, это шахта. Она выполняет собой роль точно такой же, как выполнял щиток деревянный у человека, который использовал камеру обскура, да, и выполняет такую же роль, как накрытие одеялом. То есть она позволяет смотреть фотографу сверху вниз в эту шахту фотоаппарата и видеть там на стекле проецируемое изображение. То есть если заглянуть сверху вниз, то вы увидите вот такую картинку, где будет какая-то фотография будущая, да, спроецирована при помощи зеркала, установленного внутри. И это позволит как раз понять, что нужно сделать, куда подвинуть там вправо, влево фотоаппарат, там вверх-вниз, да, и скадрировать картинку. Кстати, обратите внимание, здесь квадратное получается изображение. Это неспроста тоже, неспроста все. Дело в том, что среднеформатный, очень популярный размер камеры, очень популярный формат был у фотографов, потому что он, с одной стороны, довольно высокое качество, а с другой стороны, он все-таки не такой массивный, не такой тяжелый, как большой формат. И в связи с тем, что там была вот эта шахта, вместо видоискателя, да, смотреть нужно было строго сверху вниз в эту шахту, и поэтому, например, сделать какой-то кадр, повернув камеру на 90 градусов, как мы привыкли делать, да, когда мы снимаем пейзажный кадр одно, а портретный кадр другое, да, то вот этот фотоаппарат повернуть вот так вот было бы не так просто, потому что повернув его, надо будет смотреть сбоку, это будет уже некомфортно, поэтому очень часто была пленка квадратная, и фотограф сам в уме прикидывал, что он отрежет, то есть вот он сам отрежет это, причем не в переносном смысле, а в прямом смысле слова, ножницами, потом этого кадра отрежет то, что нужно. То есть если он сверху срежет, и снизу срежет, ну, у него будет горизонтальный кадр, если он по бокам просто отрежет, то у него будет вертикальный кадр. Он имел квадратное изображение, и сам в уме прикидывать должен был, какой он потом сделает фотографию, или останет квадратную. Вот откуда истоки, кстати, квадратных фотографий, и откуда они пошли, в силу особенностей именно техники. Вот такая техника была, вот именно так было удобно. Потом появились видоискатели, которые стали более нам знакомы, призматические, в которые уже глазом нужно смотреть, это уже стало более понятно нам. И вот среднеформатный фотоаппарат примерно так выглядит, опять же, разные были модели, разные варианты. Ну, что можно видеть? Вот сам фотоаппарат вот, да, то есть вот его центральная часть, это, собственно говоря, сама камера. Если посмотреть внимательно, то мы увидим то, что она, в общем-то, собой представляет ту самую камеру Obscure, в общем, ничего не поменялось. Есть объектив, есть зеркало, которое стоит прям сразу за объективом, есть наверху стеклянная пластинка, на которой проецируется изображение. В момент фотографирования зеркало поднимается, свет падает у нас на пленку, и получается изображение. Вот такая получается история. А дальше это все дополнительные детали, это объектив, это видоискатель, это катушка с пленкой. Да, вот все вот в этой камере с таким вот модульным системой собрано. И со временем, с развития технологий, катушку с пленкой стали заменять на так называемый цифровой задник. То есть вместо пленки стали использовать цифровую технику. Мы про нее сейчас чуть позже поговорим, какие преимущества цифровой техники, как она появилась, откуда она взялась. Но, чтобы было понятно, среднеформатная техника популярна до сих пор. Только вместо пленки ставится цифровой задник и используется довольно часто фэшн-фотографами, рекламными фотографами, там, моду снимается. И все, что связано там с гламуром, все, что связано с высокой детализацией, все, что связано с высоким качеством, как правило, делаются снимки на среднеформатную камеру. И эти камеры, конечно, дают высокое качество изображения, и всем они хороши, и всем замечательные, все прекрасно, они довольно компактные, не такие уж и большие, они очень высокое качество дают изображение. У них есть только один серьезный недостаток, который не делает их популярными, а именно высокая цена. До недавнего времени вот такой комплект, цифровой задник, фотоаппарат, без объектива, стоил в районе 30 тысяч долларов. То есть такая сумма, которая, в общем-то, эквивалентна стоимости такого неплохого автомобиля, да, мягко говоря, неплохого, хорошего автомобиля. Вот, и фотолюбители, конечно, не могли себе такое позволить, роскошь, что в большинстве случаев, да, не могли. Хотя я знаю таких фотолюбителей, которые снимают на средний формат, но это зависит от достатка. А большинство не может, конечно, позволить себе. Ну, а профессионалам делать нечего, если хочешь высококачество изображения, ну, вот, плати деньги, да, используя такую технику, ну, они включали в свой прайс, да, вот такое использование такого фотоаппарата. Ну, вот, у тебя мир моды, как я уже говорил, фэшн, индустрии, да, вот, как правило, там все снимается на средний формат, потому что такая детализация, которая есть во всех этих журналах, газетах, связанных с миром моды и с рекламой, да, она, конечно, только на среднеформатной технике доступна. Хотя, современные фотоаппараты 35-миллиметровые уже постепенно подбираются к этому рубежу, но это еще пока будет не скоро, прям преодоление. Вот так вот, среднеформатные камеры были очень дорогие, потом произошел некий такой переломный момент, когда они стали дешеветь. Вот сейчас мы наблюдаем как раз на глазах, они стали дешеветь, и, например, относительно недавно Fujifilm представила камеру свою беззеркальную, среднеформатную, которая стоит уже в районе 450 тысяч рублей, и это, если не соврать, в районе 6 тысяч долларов, где-то так стоит. До этого, чуть раньше была зеркальная камера, Pentax 645Z, представленная тоже среднеформатная зеркальная камера, она крупнее, конечно, в размерах, но, в принципе, тоже с очень высоким качеством изображения, и, ну, лед тронулся, лед тронулся, цена пошла вниз, если, когда появился Pentax, это было 10 тысяч долларов, если сейчас появился Fujifilm 6 тысяч долларов, новые модели еще будут дешевле, ну, как вы сами понимаете, да, технология развивается, и когда она развивается, когда она приобретает некую массовость, она начинает дешеветь. А запрос на такие камеры, разумеется, есть, которые дают высокое качество изображения, но при этом довольно компактные, при этом они сопоставимы по размерам с профессиональной, там, 35-миллиметровой техникой. Ну, это немножко разговор отдельный, мы поговорим про него еще, про эти все эти моменты, про камеры, про форматы, про использование, поговорим чуть попозже. нас же больше интересует так называемый 35-миллиметровый формат, вот эти камеры, которые нам знакомы, которые нам известны, 35-миллиметровые камеры, почему они так называются? Потому что в них использовалась пленка, кинопленка, ширина которой была 35 миллиметров, то есть взяли кинопленку, потому что это был очень дешевый носитель, как вы помните, в 30-х годах, прошлого века, Голливуд снимал огромное количество фильмов, то есть это была гигантская индустрия, которая выпускала там по нескольку фильмов чуть ли не в месяц, даже не в год, а в месяц. Для этого всего требовалось пленки, заводы по выпуску пленки работали на полную катушку, их выпускалось очень много, они были дешевые. И кто-то, я уж не помню, кто уже, честно говоря, запамятовал, предложил, сказали, давайте мы возьмем вот эту кинопленку и будем использовать ее в качестве носителя в любительских фотоаппаратах. Ну, все почесали репу, сказали, ну, почему бы и нет, может быть и так. Почему почесали голову вот затылок, потому что, на самом деле, с точки зрения фотографии, качество, конечно, оставляло желать лучшего. Кинопленки размеры уж больно маленькие были, и камеры были уж больно простенькие, но дешево, дешево и сердито. 35 миллиметров ширина пленки. На кинопленке кадры расположены поперек пленки, и размер кинокадра кинопленки составляет 22 на 16 миллиметров. Это так называемая 35-миллиметровая кинопленка, которая используется, кстати, до сих пор. То есть, если кто-то думает, что кинопленка куда-то пропала, нет, она никуда не пропала, на нее снимают довольно много, очень много кинофильмов снимают на нее, очень много, кстати, рекламы на нее снимается. Довольно инструмент такой распространенный, и никуда пока уходить с арены не собирается. Мало того, даже ждет некое такое небольшое нас возрождение пленки, мы про это сейчас поговорим чуть попозже. Вот это кинопленка, в ней вот такие размеры кадра, и там к качеству кадра нет таких особенных претензий, потому что там прокручивается 24 кадра в секунду, да, то есть, каждый отдельный кадр разглядывать не нужно, но нужно разглядывать в динамике. Но, тем не менее, дешевый носитель, если развернуть кадр, как это сделали фото пленки, вдоль пленки, то получается, что кадр размером умещается 36 на 24 миллиметра. Дырочки по краям пленки сохранились именно с киношных времен, то есть, если мы посмотрим на кинопленку, видим по краям вот эту перфорацию дырочки. И это как раз символ пленки, то есть, если человек спросить, нарисуй, пожалуйста, пленку, да, то что он нарисует, он нарисует полоску и нарисует дырочки по краям на перфорацию. Вот эти как раз дырочки для кинопленки, они очень важны, потому что, еще раз, да, говорю, то что в кинопленке, у нас в киноаппарате пленка прокручивается 24 кадра в секунду мимо обтиратора, то есть, это все такое довольно, такой должен быть равномерный и очень такой процесс постоянный и не должна быть ни быстрее скорость промотки, ни медленнее, поэтому, если вы вспомните киноаппарат, который, может быть, вы видели где-нибудь, то вы можете вспомнить, что там такая заправка этой пленки, заряжение, да, довольно сложная такая, то есть, сюда вставить, там вставить, тут какой-то ролик, там что-то еще, там тут шестеренка, тут еще, и вот эту кинопленку довольно сложным путем в киноаппарат запихивали, потому что там целый специальный протяжный механизм, который многие, там, десятки метров этой пленки прокручивают равномерно, и зубчики там должны прямо вот были протягивать эту пленку через эти дырочки, а в фотоаппарате такой необходимости нет, иногда бывает, люди говорят, что как же так, вот у меня был старый фотоаппарат пленочный, там были шестереночки тоже, которые проматывали пленок, на самом деле, это, если уж есть зубчики, в смысле, дырочки, то и зубчиками можно воспользоваться, если уж есть, да почему бы и нет, но вот мы видим рядом, например, с 35-миллиметровой пленкой, вот лежит пленка среднеформатная, где машина такая сфотографирована, и на этой среднеформатной пленке нет по краям никаких дырочек, и она спокойно с катушки на катушку перематывалась внутри фотоаппарата, просто под натяжением самой пленки, да, и не нужно было градить каких-то там сложных конструкций, но раз уж была в кинопленке дырочка, и раз уж они остались у нас, перейдя в фотоаппарат, ну почему бы это не использовать, и некоторые фотоаппараты действительно зубчиками проматывают эту пленку, хотя в этом острой необходимости нет, это такой рудимент, который остался у нас как раз с киношных времен, вот, ну и соответственно по ширине пленки 35 миллиметров родилось название формата, 35-миллиметровый формат, в 1939 году началась Вторая мировая война с нападения на Польшу, как вы помните, да, и там со всяких разных таких неприятных моментов, и вот эта Вторая мировая война, она выявила то, что она стала намного более динамичной, выявила, что средний формат, камера среднего формата уже не годятся для съемки боевых действий, как-то не странно, хотя я и считала, что средний формат довольно компактная техника, выяснилось, что даже средний формат неудобен в работе фотокорреспондентом, потому что динамика военных действий очень сильно изменилась со времен Первой мировой войны, на Второй, намного более динамичная, вот, и поэтому фотокорреспонденты стали переходить на 35-миллиметровую технику, или стали использовать параллельно два комплекта техники, 35-миллиметровую и среднеформатную, и вот, например, наш очень известный военный советский корреспондент, и вот он как раз с фотоаппаратом, трофейным фотоаппаратом, который как раз нашел свое название, да, в песне про военных корреспондентов, там вот так пелось, слова такие, с лейкой, с блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Такие слова там были в этой песне, я небольшой певец, поэтому петь не буду, это не очень хорошо, поверьте, я не буду петь. Так вот, многие люди спрашивают, а что такое с лейкой, с какой, ну с блокнотом понятно, с пулеметом тоже ясно, что за лейка. А вот как раз в руках у него лейка, это трофейный фотоаппарат, который правильно, конечно, произносится ляйка, да, но уж у нас устояло свое собственное произношение, и произношение звучит наше, да, как лейка. Это трофейный фотоаппарат, 35-тиллиметровый, который был очень надежный, с довольно высоким качеством, и очень такая компактная камера, которую можно было легко снимать в сложных, динамичных условиях вот той Второй мировой войны, которая была намного более быстрой, чем предыдущие сражения. Ну и, соответственно, качество было не очень, скажем так, мягко говоря, но для там боевого листка, для газеты, помните, да, в газетах какое было качество изображения, такое тоже так себе низкое, для вот этих источников информации, пропаганды, качество изображения было вполне достаточным, а скорость решала, да, и поэтому тогда люди стали переходить на 35-тиллиметровый формат повсеместно. И мы можем в архивах видеть то, что часто один и тот же, допустим, случай задокументирован двумя разными фотоаппаратами, и вот, например, да, вот какое-то событие, там вот героический бой, да, и видим, да, что вот там погибший танкист, и вот фотографии сделаны 35-тиллиметровый фотоаппарат. Это вот то, что фотокорреспондент делал сразу, приезжая на место какого-то важного, возможно, там даже еще бой идет, да, и сражение, и вот он приезжает, фотографирует какое-то событие, снимает его, и сразу это идет в печать, там, в листки эти информационные, да, и потом через некоторое время военный корреспондент приезжает и делает снимок уже на средний формат. И получается, что у нас в архиве сразу две фотографии, сделанные на 35-миллиметровую технику и сделанные на среднеформатную технику. Кстати, вот наличие двух фотографий, немножко отличающихся друг от друга, ну, потому что понятно, что между ними прошло какое-то время, хоть и военный корреспондент обладал такой властью и таким правом, да, приказать никому не трогать здесь ничего, но этим не трогать невозможно, это все-таки боевое сражение, да, там, и труп товарища, как-никак, это, ну, хотя бы надо какие-то минимальные действия произвести, да, документы проверить и так далее. Поэтому все немножко отличалось и поэтому появились такие инсенуации из серии того, что, а, вот, все это там пропаганда, все это постановка, все это неправда, смотрите на одном фотографии, снимки так, на другом сяк, на самом деле просто технология была. Технология, 35-миллиметровая техника не тянула, да, поэтому она была достаточно для газет, делали быстро, да, на скорую руку на первые кадры, а потом уже при хорошем свете, при хорошем, там, стечении обстоятельств сделались более качественные снимки, которые отправились в архив. То есть никаких здесь теорий за гору искать не нужно. Итак, повторю, 35 миллиметров ширина пленки и на этой пленке умещается кадр размером 36 на 24 миллиметра. Вот этот кадр с таким размером, с такими характеристиками стал надолго нашим любимым, нашим таким постоянно используемым, потому что, ну вот, и Вторая мировая война, и потом, после времени, определил, что этот формат очень удобен. Он, может быть, и не был таким качественным, то есть те люди, которые снимали на большой формат, они смотрели на тех, кто снимает на средний формат, как на заблудших овец. То есть, типа, вот ты снимаешь на средний формат, ну, ну ничего, ты потом подрастешь, поймешь, что нужно снимать на большой деревянный ящик, на треноге, накрываться одеялом. Ума наберешься, будешь снимать нормально. А на тех, кто снимал на 35-млитровый фотоаппарат, смотрели совершенно как на потерянных людей. Наверное, примерно, как сейчас фото- и телекорреспонденты смотрят на тех людей, которые пытаются все снять смартфонами. То есть, ходят и смартфонами все снимают, и все-таки, там, произошло событие, там, отойдите, я фотокорреспондент, а мы все тут фотокорреспонденты. Ну, примерно так же на них смотрели, как вот на людей пропавших. Но история все расставила по своим местам, и видим, что этот формат стал очень популярным, он прошел через год, и теперь, даже когда мы не опираемся на пленку, даже когда мы не используем на пленку, мы все равно используем вот этот размер кадра, устоявшийся 36 на 24 мм, который собой представляет кадр 35-мм пленки. И мы гордо его называем фулл-фрейм. Мы говорим фулл-фрейм, полный кадр, да, и вот у нас этот фулл-фрейм сиротливо, в бачке, где-то здесь сбоку, там, с краешку, показан, что это на самом деле не предел мечтания, это не является каким-то сакральным размером, это не является каким-то гениальным, прекрасным размером кадра, это всего лишь один из вариантов пленки, который был использован тогда, и есть гораздо большие пленки, и средний, и большой формат, и это, кстати, не самые большие варианты среднего, большого формата, и всегда есть более качественные, всегда есть более крутые пленки, и всегда есть более крутые форматы, которые дают более высокое качество изображения. Просто 35-мм формат очень популярный, В нем сошлось одновременно качество, ну какое-то доступное, и небольшой вес, и нормальная цена. То есть вот три характеристики, которые делали его таким популярным и продолжают делать сейчас. То есть это не является чем-то таким гениальным и сверх-сверх-сверх таким крутым. Дальше, следуем дальше. Переходим к следующей главе, и переходим к главе цифровая фотография. Значит, ну тоже понятная история, очень многим людям хотелось получать снимки сразу, без вот этих всех проявок, печати и вот этого всего. Понятно, кто были эти люди. Например, ученые. Вот Луна-3, советская автоматическая межпланетная станция, которая отправлялась в 1959 году. Она пролетела за обратную сторону Луны и сделала снимок. Она сделала фотографию обратной стороны Луны. Как это было устроено? На этом космическом аппарате находилось два фотоаппарата. Они снимали на пленку, потому что другого варианта не было. И пленка проявлялась прямо сразу на этом аппарате. Там внутри была проявочная станция, и проявленный материал снимала телекамера. И уже телесигнал она отправляла на Землю. И что вы видели этим телесигналом? Как вы помните, тогда телекамеры тоже были аховые в 1959 году. Что увидели ученые, получив снимки, которые перед вами, первый снимок Луны, обратной стороны Луны в 1959 году? Ну, наверное, они увидели, что у Луны есть обратная сторона. То есть, что они могли здесь сказать? Ну, есть, да. Есть ли там база десептиконов и автоботов? Ну, сложно сказать, потому что такое качество изображений, там что угодно может быть, вплоть до даже четвертый рейх, да, может быть, про который любят фантастические рассказы, рассказывать, что они, дескать, туда улетели и там организовали свою базу на Луне. Ну, есть, можно придумать что угодно, можно рассказать что угодно, потому что по этой фотографии вообще ничего не видно. Поэтому ученые, конечно, хотели бы какой-то инструмент, который позволил бы им делать снимки такие, чтобы сразу были без проявки, без этих телекамер, без этих вот костылей. Военные не отставали от них, они делали свои собственные инструменты, которые сейчас кажутся, конечно, очень дикими. Например, Алмаз, это военная орбитальная станция, Челомея в 68-м году была запущена, это вот притечет то, что потом стало салютом, то, что потом перекочевало в мир, и то, что потом стало МКС, да, такой прапрапрадедушка МКС, вот так выглядела эта огромная такая станция, которая собой представляла гигантский фотоаппарат. Ну, то есть, если простыми словами говорить, это огромный фотоаппарат, который летал в космосе, там на первой версии этой космической станции было два космонавта, и они фотографировали территорию предполагаемого противника. Когда пролетали на дне, они делали снимки высокого качества, если что-то было срочное, то снимок проявлялся прямо там сразу на космической станции, и телекамерой снималось то, что там проявлялось. Если было что-то несрочное, то на спускаемом аппарате пленки отправились на Землю, там уже печатались в высоком разрешении, чтобы можно было разглядеть, что там делает этот предполагаемый противник. Вот такая дикая ситуация, огромный фотоаппарат, люди летают на этом фотоаппарате в космосе, пушку туда примастырили, к этому космическому аппарату. Это был реально первый случай в истории человечества, когда было разработано оружие, которое может стрелять в невесомости. Как вы знаете, стрелять в невесомости не так-то и просто, особенно из нашего обычного, привычного нам оружия, потому что снаряд полетит в одну сторону, а вы со своей пушкой в другую сторону. Была придумана и разработана, и сконструирована пушка, потому что советские люди совершенно искренне боялись, что прилетит шаттл и захватит эту космическую станцию, огромный фотоаппарат и утащит все военные секреты. Было ли это напрасный страх, или это был какой-то страх вполне обоснованный, сложно сказать, потому что очень многие люди конспирологических теорий любят приводить как раз тот момент, что шаттл, космический шаттл, когда он был разработан, имел грузовой отсек, который имел ровный размер с орбитальную станцию «Алмаз». То есть он как раз по габаритам, чтобы туда в этот грузовой отсек положить, и или, или, не знаю. В общем, короче, это выглядит дико, это выглядит таким стимпанком сейчас, потому что с точки зрения технологии, это, конечно, дико. Американцы не отставали, у них была своя, конечно, головная боль, у них были низкоорбитальные спутники шпиона, не могли запустить на высокую орбиту, не получалось долгое время. Низкоорбитальные спутники шпионы летали низко и очень быстро на территории Советского Союза, они очень быстро снимали всю территорию на пленку, и кассета с пленкой отстреливалась, и падала на специальном спускаемом аппарате, падала в океан, и вот ее подбирал там вот такой вот самолет с очком. Вот она здесь на фотографии. То есть если вы думаете, что я выдумываю, это нет. Не выдумываю, это так и было, то есть падала капсула с пленкой, летел самолет с очком, ловил эту капсулу над морем, и они, по-моему, там из 15 капсул, по-моему, только две потеряли, все остальные поймали. И там вот это была пленка, то, что там сфотографировано, но потому что не было способа, как получить изображение. Все это геморрой страшный, это ужасно было, неудобно, и поэтому, конечно же, ученые, конечно же, военные, конечно же, фотолюбители говорили, дайте, дайте нам технологию, которая избавит нас от этих всех головных болей, да, вот этих космических спускаемых аппаратов и пушках на космических станциях. Ну и вот появился первый цифровой фотоаппарат. Радостно презентуется вот такая вот большая камера, которая держит в руках. В 1975 году это первая цифровая камера, которая была представлена в лаборатории Кодек. Слева фотоаппарат, справа устройство для считывания фотографий, потому что фотографии записывались на компакт-кассету. Сейчас уже никто не вспомнит, что такое компакт-кассета, вообще, что она из себя представляет, зачем она нужна. Но тем не менее, да, вот такой был формат, и на нее записывались изображения, и уже потом с них считывались при помощи специального устройства, выводилось на телевизор. Вот такая была первая цифровая камера. Ну и это, конечно, был колоссальный прорыв, да, то есть это как раз возможность снимать и видеть изображение прямо сразу, да, не занимаясь вот этим проявкой, печатью и прочими разными неприятными моментами. Ну и, конечно, понятное дело, что преимущество цифровой технологии какая? Высокая скорость работы. Безусловно, это потому что результат готов сразу. Без проявки, без печати военные возрадовались, ученые возрадовались. Ну и, разумеется, фотолюбители возрадовались, потому что не нужно никуда носить свои кассеты, не нужно где-то их проявлять, не нужно печатать, все сразу можно увидеть. Для нас это очень большой плюс, потому что это простота обучения. То есть ты увидел, понял, что ты сделал что-то не так, поправил настройки, сделал опять, да, посмотрел еще опять ошибки, выявил их, исправил. То есть простота обучения, конечно, колоссальная, и для нас это очень большое удобство. Возможность технологического развития. То есть цифровой аппаратуры, огромный потенциал для технологического роста, и мы видим, что техника, она постепенно совершенствуется, да, и становится все более-более крутой. И мы видим, да, что пленочная технология, она зашла в определенный тупик, а вот цифровая техника может развиваться. То есть может развиваться детализация, там, может развиваться динамический диапазон. Ну, многие параметры могут развиваться в цифровой технике, а у пленки они уже дошли до какого-то определенного логического завершения. Ну, развитие их уже будет уже связано с большей тратой, с большими сложностями. А у цифры все впереди. Конфиденциальность. Очень важный момент, который тоже можно отнести к преимуществам цифровой техники, то есть та самая ситуация, что вы не должны относить свои фотографии куда-то там, пленки, фотолабораторию, где их какие-то люди будут смотреть, они будут печатать, их там руками трогать. Не факт, что вы там будете фотографировать что-то противозаконное или что-то будет слишком интимное, но просто для многих людей неприятно, когда чужие люди заглядывают в их личную жизнь. Никакая бы она ни была, и поэтому, конечно, возможность делать самостоятельно снимки, возможность их самостоятельно дома печатать или не печатать, или удалять, если что-то пошло не так, и никто их никогда не увидит, это, конечно, очень серьезный драйвер, очень серьезное развитие цифровой фотографии. Ну и, возможно, пригоден для съемки видео. Это тоже очень важный момент, потому что видео становится постепенно тем самым заместителем, тем самым заменителем, или тем самым дополнением к фотографии, которая активно развивается в последнее время. То есть вот это плюсы, которые существуют от цифровой фототехники. Понятное дело, что вы, наверное, сможете придумать еще парочку плюсов каких-нибудь, которые здесь не так могут быть существенны, но, тем не менее, вот это самое основное и самое важное. На наших глазах буквально там лет 15 назад состоялась битва цифры против пленки. 15-20 лет назад где-то примерно так было. Основные такие бои, сотрясающие всю фотографическую среду. И вот они сражались. Кто кого заборет, да, кто кого поборет. Сражались не на жизнь, а на смерть. Очень было долго все и с разным, с переменным успехом поначалу, но со временем, со временем все закончилось тем, что по всем техническим параметрам цифра превзошла аналогичную по размеру пленка. То есть вот если говорить про аналогичные размеры, помню, да, что вот физика есть, да, которая говорит нам, что чем больше размер, тем выше качество. Если мы возьмем одинаковые размеры, тот самый 35-миллиметровый кадр, 36 на 24 миллиметра, и будем сравнивать пленку и цифру, то выяснится, что пленочная фотография проиграла по всем параметрам. По детализации, по светочувствительности, по динамическому диапазону или фотошироталу на пленке. По всем параметрам. Проиграла подчистую. Проиграла настолько сильно, настолько с треском, что на этом деле чуть не разорился гигант и такой столб фотографии, как фирма Кодек. Фирма Кодек, как вы сами помните, первые изобрели цифровой фотоаппарат. Они, кстати, не только цифровой фотоаппарат изобрели, они очень много чего сделали. И фирма Кодек, если проводить аналогии, как Apple современного мира, это очень чувствительная была для многих фотографов ситуация, когда фирма Кодек не распознала в надвигающейся цифровой технике какой-то необходимости изменения и прошляпили этот момент и чуть было не разорились. Были очень серьезные у них времена. Вроде как сейчас существует, вроде как нормально. Но Кодек это очень серьезный столб такой, да, и проблема, конечно, связанная с развитием, это очень серьезно ударило по всему рынку. Так вот, серьезно проиграла пленка, разорилась, чуть не разорилась, очень крупнейшая одна из фирм. Многие производители фотопленки отказались их выпускать, сказали, все, мы прекращаем выпуск фотопленки, стоял страшный вой. Почему? Потому что на самом деле очень многие фотографы привыкают к какому-то определенному, так называемому, workflow, то есть к определенному рабочему процессу. Есть фотографы, например, такие, как Паула Роверс, есть очень известный такой фотограф, фэшн и моды фотограф, да, и рекламные. И вот он уже там в годах, ему прилично, там за 70 лет, если мне память не изменяет, он все время снимал на крупноформатный, большой, называют форматный, не говорят крупноформатный, просто говорят форматный, полароид. Полароид выпускал не только маленькие вот эти пуколки, которые были очень популярны и становятся, кстати, популярны снова, он еще выпускал и большие кассеты, которые служили для проверки, настройки кадра для большого формата. То есть вставлялась эта кассета, делался снимок, он тоже так же моментально проявлялся, то есть на свету нужно было проявить, и чтобы вы поняли, что там произошло у вас с кадром, как настроили, резко, не резко, что хотели, получили, и потом уже снимать там на большую пластину или на пленку, не тратить зря материал. И вот он снимал на этот полароид, и потом полароид сказал, все, хватит, мы это прекращаем выпускать, мы сворачиваем производство, и фотограф помыкался, помыкался, понял, что ему переходить на другие форматы не получается, он не получает от них то, что привык получать, его рабочий процесс был нарушен, он сказал, ну и ладно, я тогда на этом заканчиваю свою рабочую карьеру, прекращаю фотографировать, и попробовал, попробовал, сын ему там помогал, вроде бы сейчас он тоже что-то делает, что-то фотографирует, но в основном занялся обучением, сказал, что типа нет, знаете, вот что, без моего любимого инструмента я и не хочу заниматься фотографией, мне можно, а ты прекратил. Но это такой, конечно, крайний случай, а на самом деле очень многие люди, конечно, переживали, потому что уже привычный процесс был нарушен, и, конечно, это был очень такой серьезный слом рынка, когда многие производители, буквально там года 3-4 назад, объявляли все один за другим, что пленку они прекращают выпускать, прекращают, 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 и все, прекратили, осталась только кинопленка. Вот, и поэтому победила у нас цифра на сегодняшний день. Но, ну, интересный такой момент, довольно часто можно видеть, что некие молодые фотографы, фотографини, фотографы, покупают пленочные камеры, старые пленочные камеры, они начинают покупать старую пленку, например, просроченную, которая до сих пор лежит на складах и в холодильниках. Они покупают кинопленку и начинают с ней работать так же, как работали фотографы раньше. Как они покупали? Бобину пленки, шли домой, в темноте отматывали, сколько им нужно кадров, заряжали свой фотоаппарат. Это раньше было, да, 100 лет назад. Ну, чуть меньше, чем 100 лет назад. В 30-е годы было, это очень было такое популярное тоже действие. Сейчас то же самое, да, покупают кинопленку, бобину, идут в темную комнату, отматывают и снимают. Вот такой вопрос. А почему они это делают? А зачем? Кто им? Может, это дань моде, может, это какие-то хипстеры, которые сейчас любят очень упоминать, говорят, что вот, они там, да, хотят выделиться, они хотят все как-то делать по-другому. Снимают на эти старые пленочные фотоаппараты и фотографируют как-то вот не так, как все, да, потому что хотят выделиться. На самом деле все не так просто. На самом деле мы наблюдаем сейчас очень интересный виток развития техники, и тут надо сказать, что история качнулась немножко в другую сторону. С чем это связано, я сейчас объясню. Дело в том, что у цифровой фотографии есть одна проблема, которая до сих пор оказалась неразрешенной. То есть она никак не закрыта, она никак не разрешена, и мы сталкиваемся с этим каждый день. Цифровая техника напрочь лишена каких-либо эстетических, вкусовых и красивых моментов, которые были в пленке. Что имеется в виду? Дело в том, что в работе, допустим, профессионала, профессиональной команды, всегда был такой человек, который называется цветокорректор, который доводил результат до такого хорошего, красивого, финального результата, который нравится всем. Ну, главным образом заказчикам, если профессиональная работа, то это заказчик главный. То есть заказчику нравилась работа, и он принимал ее. Этим занимался цветокорректор, он доводил цвета, делал, чтобы они были красивы. Почему нужно делать цвета, чтобы они были красивы? Дело в том, что то, что на самом деле происходит, вот то, что на самом деле какая нас окружает цветовая гамма, это не значит, что это нам нравится. Не все цвета нам нравятся, не все цветовые сочетания нам кажутся приятными, и то, что на самом деле никого не волнует, волнует, как выглядит красиво. Всегда приводил такое сравнение, которое, в общем, выпуклое, но очень, по-моему, правильное. Это когда можно сравнить, например, с человека, который создает ароматы. И вот сейчас весна, допустим, настала, и тает лед, тает снег, и человек пошел в лес, к примеру, и вот там запахи этого тающего талого льда, там талой воды, и запахи хвои, и там запахи ландышей первых пробивающихся сквозь там снег, да, очень приятные такие запахи лесные, и вот тут же там оттаяло болото, которое там смердит, да, или, например, оттаяло там то, что оставили животные, да, то есть вот следы их жизнедеятельности, это тоже все пахнет, создает свои запахи, при этом каждый запах является, ну, нормальным, это не что-то такое, там, привнесенное искусственно извне, это естественные, натуральные, природные запахи, но если человека попросить составить букет аромат весеннего леса, то человек, ну, как он будет, ну, давайте добавим запах талой воды, запах хвои немножко, там, ландышей, но ни в коем никто в здравом уме и твердой памяти не будет добавлять, там, запах оттаявших экскрементов, да, или, например, запах, там, тухлого болота, да, потому что это не нравится, хотя все запахи естественные, все натуральные, то же самое с цветами. Цвета могут быть естественные и натуральные, но никого не волнует, как на самом деле, вот такой парадокс, волнует, как красиво, как красиво, и как на самом деле это зачастую очень разные вещи, которые порой даже не пересекаются вообще. Так вот, у профессионалов есть цветокорректор, он сядет и доведет картинку до такого состояния, которое будет как красиво, а фотолюбителя такого человека нет, такого помощника, который этим будет заниматься, нет. И когда была речь о пленках, когда шла, то всем производителям фотопленок было понятно, что на самом деле, ну, никто не будет этим заниматься, потому что, ну, если вы помните, напечатать черно-белую фотографию, это была целая история, там нужно было засесть в ванну, погасить свет, выгнать всех оттуда из ванной, отбивать атаки на родных и близких на дверь, чтобы они, не дай бог, не открыли, чтобы занять там долгое время помещение, и это было сложно. Даже черно-белую фотографию, а цветную, это на порядок сложнее напечатать. Я печатал, я знаю, что это такое, это очень тяжелый процесс. Так вот, никто не будет заниматься доведением цвета до ума, и поэтому производители фотопленок, они подумали, подумали, сказали, а давайте мы сразу сделаем пленки такие, чтобы они давали такой результат, который нравится большинству людей. Понятное дело, что угодить всем нельзя, то есть невозможно сделать такие пленки, которые были бы прям гениальны в любых ситуациях, для любых людей были бы симпатичны. Но можно было поделить на определенные категории, на определенные ситуации и сделать пленку, подходящую для пейзажа, подходящую для искусственного, для естественного освещения, для такого-то освещения, для сякого-то, которое сразу давало бы приятный, симпатичный для глаза результат. И они занялись этим процессом, создатели пленок, пригласили тех людей, которые разбираются в красивых цветах, это искусствоведы, это художники, это психологи, специалисты по восприятию, это фотографы известные, то есть те люди, которые могут сказать, как надо сделать так, чтобы было красиво. И долгие годы занимались над тем, чтобы сделать пленки именно с красивыми, приятными сочетаниями цветов. Причем там тоже не обошлось без парадоксов. Например, вот мы знаем, что был производитель, и сейчас он есть, но он не производит сейчас фотопленки, Fujicolor, Fujifilm фирма. И есть кодек, который, слава богу, не до конца разорился, который тоже производил пленки, и пленки были разные по цветам. Парадокс в чем заключается? В том, что вы никогда не поверите, что послужила разница в цветах многих пленок их. Дело в том, что отправная точка для многих пленок – цвет кожи. Правильная передача симпатичной, красивой цвет кожи – это отправная точка для многих именно создания начала, с чего плясать, та печка, от которой пляшут при создании пленок. И если говорить про азиатский рынок, о Японии, это азиатский рынок, то там очень популярна цвет кожи молочно-белый. Такой прямо, знаете, такой белый-белый-белый. И поэтому модница до сих пор, если вы приедете сейчас в Токио, например, вот сейчас, в 21 веке, приедете в Токио, то вы сможете увидеть, что там модницы ходят с зонтиками, в перчатках там по локоть, в глухих колготках, чтобы не загореть. Потому что загар в азиатских странах, это не только в Японии, это весь Китай, это вся Азия, там вот Вьетнам, все вот эти страны. Загар – это признак простолюдина. Простолюдина? Простолюдина. Ну, в общем, человек, который занимается в полях сложной работой, который загорает на рисовых плантациях, пока люди, которые сидят под навесом, пьют себе чай, там, придаются каким-то приятным воспоминаниям, и не работают. Они белые, молочно-белые. У нас тоже есть такое выражение, слово такое «белоручка». Я думаю, что вы все отлично знаете, оно как раз из этого и произошло. То есть у нас тоже была такая мода, и тоже была очень популярна белая кожа. Да, истинная такая белая кожа, молочно-белая. И даже доходило до того, что там люди пудрились и белилами красились, чтобы их кожа была белее. И вот отсюда выражение «белоручка» – человек, который имеет белые руки, не загорелые, сидит дома и занимается там какими-то праздными делами, не работая в поле. А западный мир, у них другая немножко идеология. У них человек, который загорелый, это человек, который лежит на пляже круглые сутки, он там может себе позволить кататься на серфе, на яхте, не знаю, там тратить время и тратить деньги на хорошее времяпривождение, и поэтому он загорелый. А белые и бледные люди – это, наоборот, бедные люди, да, вот так вот в западной культуре. И поэтому цвета у кодека были одни, желто-коричнево такие были, кожа была такая, отображается. А у фуджи были другие, были такие молочно-розовые такие. И поэтому пленки были разные по цветам, и ориентированы на разных потребителей, на разный класс. Вот никогда не догадаешься, откуда это пошло, и откуда такая разница, и почему пленки разные, и почему они такие, и почему они перевирают цвета, да, то есть бывает так, что человек смотрит и говорит, я глазами видел так, а получилось так, или там вот фотоаппарат цифровой фотографирует так, а пленка так, в чем разница. А в том, что вот как раз вот заложена разная идеология, и эта идеология работала на создание симпатичного для какой-то определенной категории людей результата. То есть результат получался такой, какой нравится людям. И это результат долгой, кропотливой работы пленочных технологов, то есть они долго доводили до ума, что вот эта пленка выдавала симпатичный результат. Потом пришла цифра, пришла цифра и победила пленку по техническим параметрам, по удобству в первую очередь, конечно, да, потому что это, конечно, очень большой, колоссальный прорыв. Ну и по техническим тоже моментам победила, но создатели цифровой техники забыли, забыли самое важное, забыли положить самое главное, забыли положить эстетически приятные сочетания цветов, они над этим вообще не работали. То есть поэтому, когда сейчас сравнили, допустим, там фотоаппарат, ну, условно говоря, там Nikon, Canon, Sony, это бессмысленно, потому что все фотоаппараты снимают одинаково, с точки зрения цвета, снимают одинаково плохо. Вот такой парадокс. Они снимают плохо, и тот результат, который дают современные цифровые камеры, нужно обязательно дорабатывать. То есть фотограф должен уметь доработать, довести цвета до такой ситуации, чтобы люди сказали, вау, красиво. Вау, красиво, вау, симпатично. Либо он должен смириться с тем, что дает его техника, либо он должен доводить до ума, чтобы это было красиво, чтобы мы, как глядя на старые пленочные слайды, могли восхищаться цветами. Профессионалы сказали, вау, круто, потому что у нас теперь цифровые технологии, цветокорректор не должен сидеть больше в темной комнате и вдыхать пары вот этих всех химических реагентов. И он может спокойно, попивая чашку кофе, сидя за компьютером, одной левой цветокорректировать. И делать все то же самое, что он делал раньше, только на свету, наконец-то он вышел на свет. Им стало комфортно. А, соответственно, фотолюбители столкнулись с тем, что если раньше у них было готовое решение, у них и раньше был хороший результат, то сейчас у них этого готового результата нет. Им нужно приложить усилия, им нужно разобраться, что считается красивым, нужно понимать именно логику работы с цветом, и это отдельная целая история, да, вот эта тема. И поэтому, конечно, фотолюбители оказались в проигрыше, профессионалы оказались, как всегда, в выигрыше, с переходом на цифру, и многие люди сказали, ничего подобного, я останусь на пленке, я буду снимать дальше на пленку, потому что хороший результат получается там сразу без особых усилий. И поэтому очень многие люди продолжают снимать на пленку в наш век цифровой фотографии. Мало того, спрос на пленку сейчас такой сильный, заметный стал, что очень многие люди поняли, в чем дело. Началось, кстати, с Инстаграма, как ни странно. Платформа, которая была наряду из многих, таких было много платформ, которые предлагали публиковать фотографии со смартфона. Ну, все знают, что такое Инстаграм, я уверен, многие пользуются этим. И вот Инстаграм начинал с того, что создатели этого продукта, они подумали, скажут, чем наше детище может отличаться от других. И придумали такую фишку, которая, в общем-то, и сделала их богатыми. Они придумали взять те наработки, которые были в пленках, вот те цветовые сочетания, контрастные сочетания, и вот в виде фильтров добавить в Инстаграм. Ну, все знают эти фильтры, которые там тыкаются, и там разные получаются цвета. То есть ты сделал снимок, своя кошка на диване сидит, да, так как ты ее сфотографировал, такой унылый снимок, который не очень никому не нравится, ну, обочина, кроме нас самих. И вот через фильтр его прогоняет, и вдруг какой-то фильтр дает прикольный результат. Мы говорим, вау, класс. Пишем какие-нибудь многозначительные слова, там значительную цитату делаем, и получается прикольная фотография, которая нравится многим людям. Почему нравится? Потому что приятное сочетание цветов. Это вот тот самый аромат, да, вот весеннего леса, который вызывает приятные ассоциации, приятно нравится многим людям, да, и тем самым получает удовольствие. То есть те фильтры, которые были в Инстаграме, в изначальной версии, они, по сути говоря, и вытянули эту программу. Хотя они были гипертрофированы, они были такие гиперболизированы, то есть они не повторяли пленочные наработки, как в один в один, они делали карикатуру такую. Но даже эта карикатура настолько бальзамом на израненные цифры сердца легла, что многие люди получили огромное удовольствие, работая с этой вот программой. Ну и вот там за год они получили аудиторию, там, 50 миллионов человек, и продались быстро за год Фейсбуку за 1 миллиард доллар. Я работал в Инстаграме тогда, по-моему, 13 человек, ну вот сами можете поделить, как они там, не знаю, как делились, да, там. Причем все остались работать в Инстаграме, никто не ушел. Ну это примерно как вот вы сидите, работаете на своей работе, там, любимой пускай даже, что-то делаете, и вдруг вырывается такой дядька и говорит, на, на, 78 миллионов долларов, на, возьми. Такой, ну, спасибо. А что я должен делать? Продолжай дальше работать. Сиди, сиди дальше, работай. Ну, конечно, это очень здорово. Сейчас уже, конечно, Инстаграм не тот, он же выполняет другие функции, и фильтры ушли на второй план, но это уже другая история, которая нас уже не касается. И начиналось все с этого. Именно как раз вот с этих, как раз цифровых преобразований, которые смогли приблизить как-то бездушную фотографию, получающуюся на цифру, приблизить к какому-то симпатичному результату, который раньше получался на пленку. Но это если кратко, да, и пленки, продажи растут, причем растут настолько сильно, что кодек начал выступать с заявлениями, что они вернут ли нам в производство наши старые пленки, да, и фуджи с там вторитым. Да-да-да-да-да-да-да-да, если дальше так пойдет, мы запустим в производство те пленки, которые мы прекратили выпускать 5 лет назад. Ну, такие дебаты идут. Ну, в общем и целом, надо понять, да, что направление движется в сторону эстетики, да, и этот запрос очень сильный, и пока на сегодняшний день этот запрос должны реализовывать фотографы сами. Если говорить про цифровую фотографию, то фотографы сами должны доводить свои картинки до нужного результата и получать нужный результат. Что нас ждет дальше? Ну, небольших пару слов я скажу по поводу, что нас ждет дальше, потому что, ну, понятное дело, что давать прогнозы – это дело неблагодарное, но из того, что я вижу, из того, что происходит сейчас, скорее всего, нас ждет дальше так называемая вычислительная фотография. Что такое вычислительная фотография? Это то, что сейчас очень набирает обороты в смартфонах, в субкомпактных камерах, в маленьких камерах. Это где многие вещи, которые раньше делались аппаратным путем, теперь делаются программным путем. Ну, например, размытие фона. Да, вот мы про это будем говорить, еще много будем обсуждать, как это работает, как это устроено, как это реализуется на современных фотоаппаратах. И вот то, что делается при помощи объектива с большой диафрагмой, при помощи большой матрицы, при помощи определенных настроек и условий съемки, теперь можно сделать путем тыкания пальцем и двигания слайдерами, бегунками и добиваться нужного размытия фона, как на больших фотоаппаратах. Это вот то, что на поверхности. Помимо того, что лежит там под поверхностью, это та самая эстетика цвета, которой сейчас можно привнести фотографию, практически любую, да, цифровую, именно вот используя вычислительные какие-то алгоритмы. Это обработка фотографий, чтобы ночные фотографии смотрелись лучше, чем сняты на большие камеры. Это уже сейчас есть, да, такие технологии. И так далее, и там подобное. И пусть вас не смущает, что пока все вот эти вот вещи работают так не очень хорошо, может быть, через пинь-колоду местами, да, где-то ошибаются, где-то выдают некрасивый результат, но все дело будущего, и я уверен, что в ближайшем будущем мы увидим, как все сильно изменится. Ну, надеюсь, конечно, не до таких вот моментов, да, терминатор к нам не придет, но, тем не менее, да, искусственный интеллект, конечно, очень сильно сейчас в фотографии добавит нам перцу. Скучно не будет, я вам точно гарантирую. Сегодня я хотел бы поговорить про классификацию фототехники, про то, какие бывают виды фотоаппаратов, для чего они нужны, какие у них есть особенности, ну, вот эти все вещи хотелось бы сегодня обсудить. Давайте поговорим про это. Начнем. Начать нужно с того же, с такой вот более общей такой фразы, которая, в принципе, довольно всем известна, и она абсолютно правильная, она гласит, что снимает не камера, а фотограф. Это действительно так. Хоть она такая, конечно, избитая и затасканная, но, тем не менее, действительно так, снимает фотограф. Примером тому может служить, например, чешский фотограф Мирослав Тихий. Довольно своеобразный, конечно, персонаж. Он был такой весьма, как мы можем видеть, не от мира сего человек, да, но он делал довольно интересные фотографии на камеры, сделанные буквально из мусора. Ну, то есть это не преувеличение, это не метафора, он просто брал из мусора какие-то обрезки, детали и так далее, и с них собирал камеры, на которые делал свои снимки. Снимки оказались настолько душевные, настолько приятные, что в выставке, несмотря на то, что сам уже Мирослав Тихий не с нами, на выставке его работа проходит до сих пор и пользуется большой популярностью, и получается, что даже на мусорную камеру можно сделать действительно шедевры. Вот поэтому действительно то выражение, которое бытует, народе снимает фотограф, оно абсолютно верно. К камере имеет смысл, и к технике имеет смысл относиться, на мой взгляд, как к инструменту. Ну вот есть лопата, да, и при помощи лопаты вы можете выкопать яму, и при помощи одной лопаты эту яму выкопать удобнее, быстрее, а при помощи другой, там, мозоли, и спина будет болеть, ну, неудобный инструмент. Но, тем не менее, яма будет и тем, и другим способом выкопана, мы снимали же раньше на пленку, снимали на пластины, на цифровые фотографии сейчас делают, на цифровые задники, на цифровые носители, это все примерно разные инструменты, просто разные по удобству. То есть вот это основное такое отношение. Но есть нюанс. Есть нюанс, и нюанс заключается в том, что если говорить про обычные инструменты, ну, типа там, лопаты или тот же самый экскаватор, больше экскаватор, быстрее выкопай, да, там, крупнее лопата, лучше будет работать по объемам, то тут все с фотографией немножко иначе, потому что на фотоделе использование разной техники в творческом аспекте зачастую приводит к разному результату. То есть вот этот момент нужно учитывать. В чем суть? Вот этот нюанс небольшой заключается в том, что любые музыканты поймут, есть возможность взять музыкальный инструмент и сыграть мелодию. Я не большой музыкант, но, тем не менее, у меня много знакомых музыкантов, которые все в один голос про это говорят. Они говорят, что да, можно сыграть, а можно синтезировать, то есть можно взять современные компьютеры, современные синтезаторы звука, да, и которые вам построят ту же самую мелодию из сэмплов и наберут ее так, что никто не сможет угадать, на чем это было сыграно. По-настоящему было сыграно, или это был синтез, да, музыки, которая была синтезирована. То есть даже какие-то опытные профессионалы, даже там какие-то там супер-супер продвинутые люди не смогут определить, что это было исходником, да, как это было, компьютерное моделирование, или это была реальная игра. То есть можно с ошибками, можно со всеми нюансами создать именно музыку такую. Но разница заключается в том, что когда вы играете, вы какие-то ошибки, мелкие какие-то импровизации, вы делаете сразу на лету. То есть изменилось настроение, музыкант играет немножко по-другому. Хотя, может быть, ноты одни и те же, и песни одна и та же, но исполнение разное. Он немножко импровизирует, он немножко играет чуть по-разному. Да, это можно воспроизвести потом при синтезировании, то есть взять и задаться целью, немножко сделать импровизацию, но это будет гораздо тяжелее, гораздо сложнее, и будет получаться уже вторично, не будет вот этой легкости и подъема. Поэтому мы очень любим живую музыку, поэтому мы любим ходить на концерты, хотя у нас есть прекрасные записи, есть прекрасные там альбомы, которые мы можем спокойно в любой момент прослушать, но вот живое исполнение, оно обладает своим собственным шармом. И вот то же самое с фототехникой, когда вы снимаете на одну технику, там получается один результат, когда снимаете на другую технику, получается немножко другой результат. Поэтому, если говорить про выбор фототехники, вообще говорить про ориентирование в технике фотографической, то, конечно, тут нужно подходить с умом и нужно подходить очень обдуманно к покупке своего фотоаппарата. Вот давайте поговорим сейчас про то, что может вам помочь выбрать фототехнику, или что может помочь вам ориентироваться в этом мире. Классификация фототехники, то есть поговорим, как ее можно классифицировать. Конечно, вообще занятие классификация довольно сложное и довольно муторное в плане построения какой-то логической классификации, потому что раньше было все просто. Ну, вот были там камеры большого формата, вот были среднего формата, вот были маленькие камеры, узкопленочные, 35-мм, про которые я на предыдущем занятии очень много подробно рассказывал, как и откуда это взялось. То есть вот были какие-то такие вот виды техники, там плюс-минус еще были разные вариации, но в принципе все развивалось в такой конверт. Сейчас все немножко, конечно, поменялось, и поэтому если говорить про критерии, то сейчас я основные какие-то выделил критерии, по которым можно классифицировать разную фототехнику, и мы попробуем их разобрать. Итак, первый по-прежнему остался именно размер. Размер или форматность, вот эти техники, которые мы используем, это размер матрицы, размер пленки, размер пластины, это не принципиально, что вы будете снимать в данном случае для нас. Это будет просто размер носителя, на котором будет формироваться изображение. То есть большой формат, средний формат, 35-мм формат, кроп и так далее. Это первый такой фактор, по которому можно технику как-то классифицировать. Второй фактор, можно тоже сейчас говорить про то, что съемная используется оптика или несъемная оптика. То есть какие используются объективы, которые там стоят один и на все случаи жизни, или тот объектив, который можно заменить каким-то другим. Это второй фактор. Третий фактор, технику можно поделить на профессиональную и на любительскую. То есть можно сказать, вот эта техника заточена под профессионалов, а эта техника может быть для любителей. Грань на самом деле очень тонкая. Сказать однозначно, тем более, что сейчас техника развивается довольно бурно, сказать однозначно, что вот эта камера для любителей, а эта камера для профессионалов, уже не представляется возможным, но тем не менее, пока еще существует такая градация, и мы про нее будем говорить. Хотя, еще раз повторюсь, грань постепенно смывается, постепенно становится все тоньше. Ну и, наконец, по узкой специализации. То есть есть фотоаппараты, которые ориентированы, или фототехника, ориентированы, заточены, преимущественно, допустим, на съемку видео, для видеографов. Они снимают и фото, но видеографы, скажем, пользуются ими с большим удовольствием, потому что есть какие-то функции, которые позволяют им лучше снимать видео. Для подводной фотографии защищенной, для какой-то спортивного мероприятия, репортажного, какие-то есть такие узкие ниши, в которых тоже присутствуют продукты, про которые мы немножко сейчас поговорим. Ну, то есть вот такая, на мой взгляд, система, по которой можно разделять фототехнику. Я понимаю, что она несовершенна, к сожалению, потому что есть еще другие факторы, но учесть все невозможно и, в общем, и не нужно. Нам нужно понять общую логику. Я постараюсь ее сейчас донести. Итак, если говорить про деление, то чаще всего сейчас делится фотоаппарат, если попроще сказать, по размеру матриц, который используется, как мы помним, чем больше размер матрицы, тем при прочих равных будет выше качество изображения. Но при этом надо помнить, что будет и крупнее сам фотоаппарат, и будет крупнее система. И по функциональности. По функциональности что имеется в виду? Это количество колесиков, крутилочек, возможностей каких-то настроек дополнительных, и управление. Это вторая такая категория, к которой можно тоже крупно так отнести. Если говорить про размеры матриц, то на сегодняшний день сложилось вот несколько основных таких типов размеров. Самый большой, который у нас серый, есть на сегодняшний день, из доступных, это средний формат, 33 на 44 миллиметра, на чуть меньше его фулл фрейм, но тот самый фулл фрейм, который соответствует пленочному 35-миллиметровому кадру, 36 на 24 миллиметра, чуть меньше его APS-C, еще меньше микрофортриц, дюйм и так далее. Есть еще и меньше, есть какие-то промежуточные значения, но мы их не будем, потому что это основные такие типы размеры, которые есть, понятное дело, что есть чуть побольше, есть чуть поменьше, есть какие-то еще вариации. Каждая фирма делает что-то свое, пытается свою нишу найти. Это самые такие основные, самые такие важные моменты. Если говорить про вообще, почему такое количество разных размеров сенсоров появилось, то на самом деле изначально, если говорить про установление цифровой фотографии, это было просто экономически выгодно. Делать большую матрицу, такую как фулл фрейм, или тем более средний кадр, средний формат, то, что серым здесь обозначено, такую матрицу было технологически делать очень сложно. Поэтому, например, среднеформатную матрицу делали зачастую из четырех разных маленьких матриц, которые склеивали вместе, соединяли, и специальное программное обеспечение, потом замазывало, убирало швы, стыки между этими матрицами. Была и такая технология, и она, в общем-то, никуда не ушла, ее редко, но используют в среднеформатных фотоаппаратах до сих пор. Просто дорого. Банально было дорого делать большие матрицы. Средний формат был очень дорогой, баснословно дорогой. Фулл фрейм просто был очень дорогой. Ну и производители, чтобы как-то подвластить пилюлю перехода с пленочной технологии на цифровую, как вы сами понимаете, довольно для многих фотографов был шокирующий переход, потому что это требовало новых знаний, новых умений, нового подхода, и многие даже перестали фотографировать. А и чтобы как-то подвластить этот переход, цену все-таки стали, старались держать в каких-то разумных пределах. И так появились фотоаппараты, в которых используется матрица меньшего размера. Те самые кропнутые матрицы, да, и все, что меньше, чем фулл фрейм, мы называем кропом. А фулл фрейм, да, это понятно, это соответствие 36 на 24 миллиметра, соответствие нашему полному кадру, то есть пленочному кадру 35-миллиметровому. Ну, а средний формат, все, что формально, все, что больше нашего 35-миллиметрового кадра. Вот такое деление сложилось сейчас. Изначально это было, еще раз напомню, это было экономическое деление, но через некоторое время оно стало не экономическим, оно стало уже обосновано тем, что размер фототехники зависит от того, какая используется матрица. То есть система строится вокруг матрицы. Чем больше матрица, тем крупнее у нас получался фотоаппарат, и крупнее получались объективы, ну и выше качество изображения. То есть одни производители сказали, окей, мы не будем поступаться к качеству, мы будем делать очень крутые фотоаппараты, они будут тяжелые, они будут очень дорогие, но будет высококачественное изображение. Другие сказали, ну, мы понимаем, что самый лучший фотоаппарат это тот, который всегда под рукой, то есть тот, который всегда с вами. И поэтому мы сделаем маленький фотоаппарат. Да, мы понимаем, что качество будет хуже по сравнению с большой матрицей, с фотоаппаратом с большой матрицей, но с маленькой матрицей мы можем сделать и фотоаппарат меньше, и объектив меньше, и тогда он будет занимать меньше места, и тогда вы всегда будете носить его с собой. То есть это означает, что вы будете всегда им фотографировать, это самый лучший фотоаппарат, который всегда с собой. Вот одни производители пошли по одному пути, другие производители пошли по другому пути, некоторые попытались усидеть на двух стульях, у всех свои собственные представления о том, как нужно вести бизнес, и поэтому мы сейчас имеем большое количество фотоаппаратов в продаже, и это для нас очень хорошо, потому что каждый может выбрать то, что ему больше нравится. Маленький фотоаппарат, относительно недорогой, легкий, компактный, но может быть похуже качества, или большой фотоаппарат, тяжелый, крутой и классный, но, к сожалению, там за большие деньги. То есть вот такая вот история сложилась сейчас. Не нужно верить инженерам фирмы Sony, у них есть такое умение, у инженеров фирмы Sony впихивать невпихуемо, то есть делать очень компактную технику, и это у них получается очень здорово, и у них порой получается делать компактные корпуса, в которые размещают довольно крупные матрицы, и многие люди говорят, ну как же, вот у них же получается. На самом деле, конечно, в какой-то степени у них получается делать очень компактную технику, но надо понимать, что против физики никак не попрешь, ее обмануть нельзя, и как только мы присоединяем объектив, мы увидим сразу, что система, которая рассчитана на полный кадр, она значительно габаритнее, значительно крупнее, ну и тяжелее, и дороже, чем система, которая рассчитана на кроп. Это неизбежно, это будет наблюдаться всегда, но, возможно, что-то в будущем поменяется. В технологии процесса изготовления компонентов фотоаппарат, ну пока вот такую мы видим ситуацию, и она пока неизменна. Вот, поэтому пускай фирма Sony не вводит вас в заблуждение, у нее получается делать компактно, но это далеко не все. Сам фотоаппарат — это еще не вся техника. Есть еще объективы, есть еще и другие компоненты, которые тоже играют роль. Вот, вот такая история с размерами. Ну давайте мы будем сейчас разбирать разные виды, разные категории фотоаппаратов. Итак, первая категория фотоаппаратов, как я уже говорил, критерий деления с несменной оптикой. То есть те фотоаппараты, у которых оптику нельзя снять, нельзя открутить, она там приделана раз и навсегда. Эти объективы имеют несменные, то есть несменные возможности, их нельзя снять. Они имеют, как правило, универсальные характеристики. Объективы, как правило, имеют большой перепад фокусных расстояний, чтобы можно было использовать их, снимая пейзажи, можно было снимать там что-то отдаленное, расположенное. Ну, чаще всего это какие-то такие довольно большой перепад фокусных расстояний. И, как правило, объективы, ну, стараются сделать как можно более качественные, да, попытаться сделать их намного более крутые, чем вот, может быть, в фотоаппарате, где сменная оптика. Пытаются. Но тут есть свои подводные камни, сейчас про это поговорим. Итак, среди фотоаппаратов с несъемной оптикой первая категория — это компактные фотоаппараты, компактные камеры, которые называют point-and-shoot. То есть навел и снял, у нас это не прижилось название, их называют у нас цифромыльницами. Да, у нас прижилось цифромыльницы за их характерный внешний вид и, как правило, небольшие компактные размеры. Это фотоаппараты, которые раньше составляли львиную долю вообще производства всех фирм. Их производили больше всего, все, кто производил фототехнику. Это была самая распространенная фототехника, приносила самый большой доход. Ну, а с наступлением смартфонов эта ниша довольно быстро сдулась. И хоть и сейчас она существует, как это ни странно, она есть, она существует, но она уже не представляет той такой глобальной такой ниши, какой она была раньше, потому что, ну, смартфоны снимают примерно так же, а то и лучше иногда. А в силу того, что в них применяются какие-то новые алгоритмы, новые техники, то, что я говорил, вычислительная фотография наступает, какие-то новые возможности появляются у смартфонов. Плюс у них, конечно, удобство, они всегда под рукой, плюс у них есть возможности быстро как-то коммуницировать с миром, выкладывать фотографии, чего нет, конечно, в компактных фотоаппаратах. Поэтому вот эти компактные камеры, цифромыльницы или там point-and-shoot, как хотите, они постепенно так вымирают, это вымирающий класс, и постепенно сходят на нет, и все меньше и меньше они продаются. Но, тем не менее, у производителей они еще встречаются, и их можно купить. Интерес тут, пожалуй, могут представлять, на мой взгляд, только защищенные камеры, которые тоже есть у каждого производителя, практически у каждого производителя. В линейке есть так называемые защищенные камеры. Это вот эти навел и снял фотоаппараты, довольно компактные, небольшого размера, но при этом с хорошей пылевлагозащитой. То есть с ними можно нырять, с ними можно плавать, они выдерживают погружение на сколько-то метров, как правило, довольно глубоко можно с ними погружаться. Вон Nikon вообще до 30 метров можно нырять. Это довольно глубоко с точки зрения подводной камеры, это очень серьезные результаты. Да, это такие камеры, которые снимают, может быть, не лучше, чем смартфон. Скорее всего, они будут снимать очень похоже, как смартфоны, но у них есть зум-объективы, чего нет в смартфонах пока, то есть можно приближать, удалять, это для некоторых людей большой плюс. И главное, что у них есть защита противоударная, против пыли, против воды. Да, это, конечно, очень большое подспорье для многих людей, которые занимаются активным отдыхом, активным спортом. Такой фотоаппарат будет, конечно, очень хорошим решением. Следующая категория, которая чуть-чуть стоит на ступеньку выше, это камеры, у которых используется несменный зум-объектив, который может приближать, удалять, но только очень большой кратности, то есть с очень большим перепадом фокусных расстояний. Они называются ультразумы. У них есть такое название, ультразумы. Сложилось, опять же, ультразумы название. В чем суть? В том, что у вас есть объектив, у него несменный, он несменный объектив у этого фотоаппарата, и он обладает большим перепадом. Вот в 35-миллиметровом эквиваленте, например, вот этот Nikon, имеет перепад от 24-х миллиметров до 3000 миллиметров. То есть это означает то, что вы сможете снимать широкоугольные, это вот пейзажи, это там какие-то тесные помещения, это архитектуру. До 3000 миллиметров это вы можете снимать какую-то очень-очень далеко расположенную птичку, которая сидит черт знает где, где-то вообще там далеко, и вы будете ее снимать, она будет довольно крупной. То есть довольно серьезная такая заявка на лидерство, серьезный объектив, который перекрывает вообще все мыслимые и немыслимые фокусные расстояния, которые нужны для фотографа. Про фокусные расстояния мы будем еще говорить подробно, не переживайте, это все еще мы будем обсуждать. Вот, и, ну, чтобы было понятно, если кратко, то это объектив, который очень сильно может приближать. Проблема вот этих вот ультразумов заключается в том, что в них используются, как правило, очень маленькие по размеру сенсоры. Вот самый левый здесь сенсор как раз, да, такой фиолетовым цветом, розово-таким фиолетовым, отображается. Это вот как раз то, что устанавливается вот на эту камеру, которую я сейчас показывал, Никоновский ультразум. И чаще всего на многих ультразумах стоит именно вот такой маленький, небольшой такой сенсор, который, к сожалению, не способен дать нам высокого качества изображения, особенно в сложных ситуациях, когда мало света. К сожалению, он будет уже там работать на пределе своих возможностей, и качество изображения не будет высоким. Но зато у вас будет суперзум. То есть в яркий солнечный день он будет снимать хорошо, как и все фотоаппараты, в том числе и смартфоны хорошо снимают в яркий солнечный день. Ну, будет отличная от смартфона возможность приблизить так сильно, как никаким фотоаппаратом вы не сможете. В этом есть прелесть этих ультразумов. Плюс объектив там не сменный, у вас не болит голова на тему того, что покупать следующий какой объектив и какой использовать. У вас не болит голова на тему смены объективов, потому что иногда это происходит в каких-то неудобных ситуациях. То есть там дождь, снег, пыль, грязь, и нужно менять, снимать объектив, открывать матрицу. Это не очень хорошо. Поэтому в этом плане, конечно, дают они преимущество ультразума. Но нужно понимать, что это довольно крупный такой фотоаппарат, и при этом со своими ограничениями в виде маленькой матрицы. К сожалению, большую матрицу там сделать нельзя. Увеличение матрицы приведет, как вы понимаете, к увеличению объектива, и тогда он уже будет стоить неподъемных денег, и весить будет тоже прилично. Следующая категория фотоаппаратов — это камеры, компактные камеры с большим датчиком изображения. Есть такая категория, сформировалась. Что имеется в виду? Что это зумы, как правило, то есть объективы с переменным фокусным расстоянием, но там используется довольно крупный датчик. То есть не вот эти вот 1,2 дюйма, а уже более крупная такая используется матрица. В некоторых могут использоваться даже APS-си матрица. Такие камеры с большим датчиком изображения иногда называют даже прокомпакты. Вот такое сложилось какое-то выражение, и называют их прокомпакты или там профессиональные компакты. Ну, мне кажется, довольно дурацкое определение, но тем не менее, вот какой есть, такой есть. В них используются дюймовые или APS-си сенсоры, чаще всего вот эти два типа размера. Есть и микрофортрит, но это реже, а чаще всего вот эти два. Дюймовые чаще, чем APS-си. И вот лидерами здесь, конечно, на этом сегменте, в этом сегменте является абсолютным лидером есть такая линейка камер Sony RX100. RX100 уже много поколений имеется, и вот прямо они все здесь показаны, там RX100 просто, RX100 2, RX100 3, 4, 5, 6. Вот, их очень много, и они содержат, конечно, много интересных там решений. Это очень маленькие камеры, они реально размером с пачку сигарет, вот такой совсем маленький фотоаппарат, при этом там хороший объектив, при этом довольно крупная матрица, при этом там электронный видоискатель и куча-куча всяких разных технических наворотов. Есть и минусы, естественно, вот таких камер, несменный объектив, то есть нельзя поставить объектив под задачу. Минусы еще этих фотоаппаратов, то, что они при вот такой компактности получаются довольно хрупкими, ну, то есть это мой личный опыт, да, когда я такую камеру, к сожалению, там довольно легко раскокал, и я почитал формы, в принципе, да, там, говорят, нужно очень аккуратно, потому что маленький размер, да, приводит к тому, что все очень плотно там внутри, и любые, конечно, какие-то колебания и сотрясения этим камерам очень сильно вредят. Но это такой лидер, который пользуется вообще дикой популярностью, не отстают от него камеры Canon, тоже есть такие с большими сенсорами, у Nikon есть тоже варианты, ну, можно подыскать, можно посмотреть, то есть это вот такой вот как бы заменитель большого фотоаппарата, можно так сказать, то есть это уже снимать будет заведомо лучше, чем смартфон, в силу того, что там более крупная матрица и лучший объектив, и есть зум, и есть куча навороченных функций, будет полностью возможность управлять как большим фотоаппаратом, то есть там есть возможность полностью ручных управлений, много плюсов, много бонусов, ну, минус, пожалуй, только цена, да, и вот некая такая относительная хрупкость, да, и несменность. Относительно недавно появилась, и сейчас вот продолжает развиваться защищенная техника с крупными сенсорами, вот тут очень здорово выступает, опять же, Sony со своей камерой RX0, которая представляет собой вот такой крошечный кубик, очень небольшой по размеру, в котором стоит тоже дюймовая матрица, то есть из него умудрились запихнуть, это довольно крупный дюймовый сенсор, несменный там стоит фикс-объектив, но у него пыль и влага защиты, у него возможность снимать на очень высоких ISO, у него возможность снимать на коротких выдержках, снимать очень умопомрачительно, там сильное замедление, то есть снимать с очень большой частотой кадров, а потом проигрывать это нормально, и будет получаться там какой-то slow motion, вот, и так далее, и там подобное, то есть действительно очень навороченная камера, плюс к ней можно присобачить разный обвес, видеообвес, то есть подсоединять мониторы, подсоединять запись видео, подсоединять свет и так далее, и там подобное, и она превращается в серьезную, полноценную, защищенную такую хорошую навороченную камеру, несмотря на свои крошечные размеры, То есть это тоже довольно интересный такой момент, интересное наступление таких миниатюрных технологий, которые делают жизнь фотографа очень такой насыщенной и позволяют снимать то, чего раньше нельзя было снимать. То есть те, кто снимает видео, конечно, по достоинству оценят этот маленький, ну очень дорогой, конечно, но маленький, очень компактный фотоаппарат. У Sony есть еще одно популярное семейство RX10. Это компактные камеры, которые довольно крупные, они по размеру как младшие зеркальные камеры. Ну вот они формально относятся к компактным размерам, там тоже стоит дюймовый сенсор, но при этом хороший объектив с большим перепадом фокусных расстояний и с хорошими характеристиками. То есть такая вещь, в общем, которая может собой заменить любительскую камеру очень легко. И при этом ничего не нужно, покупать дополнительные объективы не нужно, думать, что у вас там какой объектив и где его сменить тоже не нужно. То есть у вас сразу готовые из коробки решения. В этом большой плюс вот этих вот компактных фотоаппаратов. Достал, пошел снимать, голова больше не болит. Следующая категория, которая может быть понравится эстетам, те любят, которые прикольные и приятные штуки, это компактные камеры премиум класс. Ну вот так вот они называются, опять же не я это придумал, но такое на рынке есть деление, есть такой сегмент, компактные камеры премиум класса. Это, как правило, фотоаппараты с каким-то прикольным дизайном. Как правило, они выполнены из очень качественных материалов. То есть если говорить про предыдущие камеры, они там пластмасса, там может быть металлические какие-то магниевые сплавы, но не выглядят такими премиальными. Они выглядят, ну вот как обычные, привычные нам фотоаппараты. А вот тут уже действительно железо присутствует, алюминий какие-то детали, которые там дизайнерские, симпатичные, выточенные там довольно сложным путем. Ну то есть все говорит о том, что это премиальный продукт, что это дорогой продукт. Его приятно держать в руках, его приятно носить с собой. И вот тут, конечно, целая категория. Есть фотоаппаратов, они, как правило, используют либо FPSC, либо Full Frame. То есть довольно крупные стоят там матрицы, вплоть до полного кадра. Сейчас очень стало популярно, стало его использовать. Возможно, в ближайшем будущем ходят слухи довольно упорные, что появятся даже среднеформатные такие фотоаппараты. По крайней мере, слухи ходят, и возможно, что в ближайшем будущем мы увидим. Ну то есть вот такие довольно серьезная техника, и при этом все в компактном таком небольшом корпусе, и снимает очень круто. Вот опять же, одним из лидеров здесь является Sony, потому что она очень много где какие ниши захватывает, агрессивно ведет свою политику, очень сильно развивает свою технику фирмы Sony. То есть это не значит, что мы говорим теперь только про фирму Sony, мы это объективно должны понимать, что она во многих нишах занимает очень серьезные позиции. Вот, и профессиональные камеры серии RX1, которые имеют матрицу 35-миллиметровую, то есть 36 на 24 миллиметра, фулл фрейм, несменный, как правило, фикс-объектив 35-миллиметровый с хорошими показаниями, с хорошей светосилой и с хорошими характеристиками. И причем они даже, ну, не стесняясь, относят свои фотоаппараты к профессиональной технике, что в принципе соответствует действительности. На Fuji не отстает здесь в данном случае, и даже в каком-то степени, благодаря Fuji этот сегмент развивается. У них есть тоже несколько камер, которые в компактной этой линейке представлены, у которых чуть поменьше сенсор, чуть поменьше матрицы APS-C, но зато они получаются-таки довольно с точки зрения дизайна прикольные, с точки зрения возможностей тоже имеют свои фишки и плюсы. Ну и кому больше нравится, да, что больше нравится, тот и выбирает. У Fuji есть еще небольшая такая изюминка, у этих матриц, в смысле, у матриц, у этих фотоаппаратов есть изюминка, у них есть два конвертера, которые предлагаются отдельно, и эти конвертеры накручиваются на объектив, просто как резьба там такая есть, да, накручиваются на объектив, и камера может снимать с одним объективом, она изначально имеет 35 миллиметров эквивалентное фокусное расстояние, и накрутив один конвертер, вы получаете эквивалентное фокусное расстояние 28 миллиметров, то есть широкоугольный, а накрутив другой, получаете 50 миллиметров, то есть длина фокусная. Ну, то есть получается, вроде бы как это с несменным объективом, вроде бы как, но к нему прилагаются два конвертера, которые не ухудшают характеристика объектива, но позволяют изменить фокусное расстояние. То есть само по себе довольно уникальное решение и довольно прикольная штука, плюс это все выглядит так вот реально очень смачно, то есть это железные такие металлические корпуса у этих конвертеров, их приятно держать, они такие холодненькие, тяжеленькие, и дает очень прикольный результат. Особняком там стоят камеры Leica, тоже присутствуют в этом сегменте. Правильно говорить Leica, но мы уже говорим Leica, что ж теперь сложилось так. Есть несколько моделей Leica вот в этом сегменте, но у них цена, конечно, очень такая кусачая. То есть вот, например, за эту защищенную камеру, которая может снимать там в условиях дождя, пыли и грязи, с сенсором APS-C, просят 250 тысяч рублей, это очень много. Есть полноформатная, то есть где используется 35-мм матрица, довольно крупная, да, используется и Leica Type-Q, но она, конечно, стоит совсем уже там неприличных денег, на мой взгляд, неприличных, то есть цвета очень сильно оказывают, кстати, тоже влияние, там разные дизайнерские серии, там RMS выпускает и прочие разные дизайнерские какие-то решения бывают, и там, конечно, цена может быть очень-очень высокой, заоблачной, и по характеристикам они, ну, не могу сказать, что как-то сильно выигрывают камерам Sony, на мой взгляд, хотя многие тут не согласятся, но, на мой взгляд, конечно, если вы хотите полноформатную, компактную камеру, если вас не смущает то, что там нельзя поставить другой объектив, то вот у Sony и у Fuji два таких монстра, да, предложения наиболее, на мой взгляд, интересные на сегодняшний день на рынке. Ну, это было все категория к несменной оптике, то есть те объективы, у которых, то есть те камеры, у которых объективы не меняются, то есть вот поставили на заводе один, и вы вынуждены мириться, то есть вы посмотрели его характеристики, вы прочитали, согласились, сказали, я готов снимать на 35 миллиметров и больше ни на что. Пошли купили, заплатили свои деньги, и вы вынуждены снимать какую-то определенную категорию сюжетов, то есть что-то другое вам снять будет затруднительно в силу того, что вот характеристики объектива, они уже на заводе установлены, их поменять нельзя. Или если говорить про ультразумы, то там, конечно, зум-перепад огромный, то есть можно приблизить птичку на ветке или кого-то издалека можно сфотографировать, но нужно понимать, что матерец стоит маленькая, и качество, увы, не будет высоким. Поэтому эта категория нишевая, вот то, что мы сейчас обсуждали камеры, которые, в принципе, пользуются, конечно, спросом, но не сказать, что как-то очень активно их покупают, и надо сказать, что многие там ниши постепенно стагнируют, вытесняют все в смартфон, потому что его возможности растут и растут, и мы видим, что, да, постепенно они съедают все более-более крутые классы техники, продвигаясь все ближе к профессиональным фотоаппаратам смартфона, но это неизбежно. Следующая категория, про которую мы поговорим, камеры со сменной оптикой, камеры со сменными объективами. И вот тут, конечно, нужно упомянуть, что вот в этом сегменте развернулось настоящее такое сражение, битва, зеркалки, беззеркалки, да, и вот эти два вида фототехники друг с другом там постепенно как-то конкурирует. Кто-то побеждает, давайте поговорим, кто побеждает и почему, то есть кратко вот это обсудим моменты. Начать нужно, разумеется, с принципов работы, да, принципы работы зеркального фотоаппарата заключаются в том, что внутри находится зеркало, вот его здесь хорошо видно на разрезанном фотоаппарате, видно, что есть там зеркало, стоящее под 45 градусов, свет, который проходит у нас через объектив, попадает у нас на это зеркало, вот схематическое, да, отражается наверх в пентапризму, и потом вы своим собственным глазом можете видеть то, что вы видите через объектив, да, видите картинку. Зачем такая сложная вообще конструкция, да, зачем вот это зеркало, зеркало во время съемки поднимается, свет перестает идти в видоискатель, он идет на матрицу, потом опять опускается, да, то есть туда-сюда получается это зеркало поднимается, опускается, причем там зеркало, если обратите внимание, оно не одно, есть еще второе маленькое зеркальце, которое стоит за первым, часть света через первое зеркальце проходит, отражается от второго зеркальца вниз на так называемые датчики фокусировки, чтобы камера могла наводиться на фокус. Наверху стоит пентапризма, чтобы изображение переворачивалось, да, потому что если у нас свет пройдет просто через объектив, он перевернут кверх ногами, да, и чтобы нам нормально видеть, нужно еще специальное устройство, которое перевернет картинку с головы на ноги опять. Для этого занимается пентапризма. То есть много деталей, довольно сложное устройство, все это ходит ходуном, открывается-закрывается, довольно быстро все происходит, и вопрос зачем? То есть вопрос такой вполне очевидный, вполне понятный, зачем это все-все происходит, да, если говорить про зеркальные фотоаппараты. То нужно понять, что вообще зеркальные фотоаппараты были разработаны в свое время для удобства работы, ну это понятно, для чего, когда снимали на пленку. То есть когда снимали на пленку, человек не видел сразу результат, он не мог сразу посмотреть, увидеть результат, ему нужно было проявить, напечатать, или там сосканировать результат, и только потом он мог понять, удалось ему или не удалось, все ли хорошо или все ли плохо, попал он там то, что нужно, поймал в кадр или не поймал. Поэтому появились такой класс техники, зеркальные фотоаппараты, в которых, я очень сильно утрирую, но в которых появилась возможность собственным глазом смотреть через видоискатель или через объектив. То есть вот когда в таком положении, когда зеркало опущено, вы видите, собственно говоря, то, что видит объектив. То есть ровно то же самое, что видит объектив. И вы можете понять, что попадет в кадр, что не попадет в кадр, что будет резким, что не будет резким. То есть вы получите картинку, максимально приближенную к тому, что вы потом получите в снимке, когда сделаете фотографию. То есть она максимально, ну за исключением того, что настроек, конечно, не будет отображаться, то есть вы не сможете увидеть кадр темный получился или светлый, и вы можете только умом своим догадаться, правильно или неправильно, или воспользоваться всякими разными электронными подсказками, которые есть в фотоаппарате, которые позволят вам настроить технику более-менее правильно. Вот такая вот история зеркального фотоаппарата. Это главная его особенность контролировать съемочный процесс. Выглядит это все вот так. Если посмотреть в замедленной съемке, вот это вот как раз видно зеркало, вот оно поднимается, опускается. И вот видно, да, как оно на более замедленной съемке проигрывается. Вот оно поднимается, зеркало, открывается затвор, опускается зеркало, да, поднимается зеркало. Его видно, да, движение. Вот она замедленная съемка нам показывает, как это работает, как это устроено. И долгое время это был такой для фотографов единственный способ фотографировать в комфортных условиях. Даже когда фотографы перешли на цифровую технику, даже когда они перешли на цифровые фотоаппараты, фотографы все равно долгое время использовали зеркальную систему, потому что первые цифровые камеры, они не обладали достаточной производительностью, то есть процессоры не успевали одновременно показывать картинку, одновременно заниматься всякими разными наведениями на фокус, вычислением параметров экспозиции, то есть заниматься вычислительными процессами и заниматься съемкой одновременно процессоры не могли. Поэтому они либо-либо, да, и работали как пленка, ну, как заменитель пленки, то есть сделал кадр, посмотрел результат. Это был, конечно, большой шаг вперед по сравнению с пленочными фотоаппаратами, но все равно работало все там хоть и быстрее, но по тем же самым принципам, то есть фотоаппарат либо снимает, либо показывает вам картинку. Но процессоры развивались, они росли, они становились мощнее, они становились более производительными. И через некоторое время выяснилось, что можно обходиться без зеркала, можно обходиться без вот этих компонентов, без зеркала, без пентапризмы, без этих всех датчиков автофокуса, которые внизу расположены. И вполне способна камера справляться с задачей одновременно демонстрировать вам видеосигнал, то есть когда вы целитесь, когда вы смотрите по экранчику, выстраиваете картинку, и одновременно заниматься замером экспозиции, установкой баланса белого и прочие инструменты, про которые мы с вами обязательно поговорим в течение этого курса еще более подробно, я все это расскажу. То есть камера беззеркальная с ростом производительности процессора, у нее появилась возможность делать сразу кучу дел, и надобность зеркаля отпала, то есть нет необходимости. В этом зеркале сейчас, то есть фотоаппарат, который сейчас беззеркальный, он может вполне спокойно фотографировать и без зеркала. Как он снимает? Он показывает вам картинку, которую на матрице, если нужно снять, вы нажимаете на кнопку, матрица включается в режим фотоаппарата, делает кадр, опять выключается, режим видео включается, и вы снимаете, как на смартфон, например. Это типичный, кстати, беззеркальный фотоаппарат, потому что там тоже нет зеркала. Как или на любую старую компактную камеру, но только это уже делается не с маленькими матрицами, не с маленькими фотоаппаратами, а с крупными, серьезными, большими фотоаппаратами, у которых устанавливаются большие объективы, у которых большие матрицы, и у которых качество изображения сопоставимо с тем, что было на зеркалке. Потому что качество изображения у нас зависит всего лишь от трех компонентов. То есть если говорить про качество изображения, то тут только три компонента влияют на него. Это первое, это объектив, его конструктивные особенности, как он сделан, какие применены решения, какие технические характеристики объектива. Это первое и самое сильное влияние оказывается на качество. Ну то есть если вы хотите, например, улучшить качество своего фотографирования, если вы хотите улучшить качество на своих снимках, то первое, о чем вам нужно подумать, о покупке хорошего объектива. Если вы до этого еще не сделали, то нужно купить хороший объектив. Если вы собираетесь купить новую технику, то можно сэкономить на фотоаппарате, то есть купить предыдущую модель, например, но нельзя экономить на оптике. То есть нужно покупать дорогие, хорошие объективы, это желательно, чтобы они именно вносили максимум качества, потому что действительно с точки зрения качества объектив дает самый больший результат. Это первое. Второе. Матрица, ее размеры, технологические решения, которые заложены, мы обязательно про это еще поговорим, про матрицу более подробно, как и про объективы тоже чуть попозже мы с вами обсудим эти моменты и технологические нюансы обсудим. Так вот, матрица, ее размеры, конструкции тоже играют огромную роль и оказывают огромное влияние на качество. Это вот следующий компонент. И третий компонент — электронная начинка. То есть электронная начинка — это процессоры, это программное обеспечение, которое используется в фотоаппаратах. Ну и это, соответственно, все, что связано с электроникой, вот оно играет тоже роль на качество, оказывает влияние. Но, как мы видим, что зеркало здесь не присутствует. Есть зеркало, нет зеркала. Принципиально на качество изображения никак не сказывается. То есть если вы взяли матрицу, допустим, полнокадровую, взяли объектив, который использовался на зеркальном фотоаппарате, поставили его на беззеркальную камеру, снимаете, вы получите абсолютно точно такое же качество изображения. Оно ничем не будет отличаться от зеркального фотоаппарата, от зеркального собрата, но только будет у вас фотоаппарат легче, компактней, проще по конструкции и так далее и тому подобное. Сейчас мы вот это как раз обсудим. Плюсы и минусы, поговорим. Что это дает? Такой вопрос. Что дает нам отсутствие зеркала? К чему это привело? Ну, первый момент, конечно, вполне логичный, вполне понятно, это уменьшение габаритов и веса. То есть что произошло у нас, когда отказались мы от зеркала, отказались от пентапризмы и прочих разных моментов, мы смогли ставить объектив, то есть конструкторы, смогли сделать объектив ближе к матрице размещать, объектив смогли сделать компактней, технику легче, технику компактней. И это действительно приводит к тому, что габарит и вес уменьшаются. Некоторые люди говорят, ну как-то вот это сравнить, непонятно как, вот там в огороде Бузина, в Киеве Дядьке. Нет, на самом деле все легко сравнивается. У нас есть фирма-производитель, которая выпускает на одних компонентах, на одних и тех же компонентах выпускает и зеркальный, и беззеркальный фотоаппарат. Вот, например, два фотоаппарата. Это беззеркальный Canon EOS M5 и зеркальный фотоаппарат EOS 80D. Оба выпускаются фирмой Canon, оба имеют абсолютно одинаковую начинку, то есть там стоят одинаковые матрицы, одинаковые процессоры, все-все-все одинаковое. На них можно поставить одинаковые объективы, то есть вы можете поставить и на тот, и на другой фотоаппарат, один и тот же объектив. И можете снимать абсолютно одинаково, да, то есть вот эти фотоаппараты по начинке полностью идентичны. Но разница в весе, она довольно заметна. В габаритах видно визуально, а в весе тоже довольно заметная. Если кто-то думает, что там типа серии 200-300 грамм, это какая-то ерунда, я всем говорю, что ну возьмите в руку банку пепси-колы и подержите ее в руках на вытянутой руке некоторое время. То есть вот сколько вы продержите ее на вытянутой руке? Ну да, первые там 5 минут, о-то, весело, смешно, потом начинает рука так что-то начинает тянуть вниз, потом хочется ее подпереть, потом еще что-то происходит. Человек говорит, нет, нет, вы знаете, держать банку кока-колы в руках там или пепси-колы уже получается сложновато, потому что 300 грамм, оказывается, это серьезный вес. То есть то, что вы носите на шею постоянно, да, это действительно серьезный вес. И если вам кажется, что это небольшая такая убавка, да, с переходом на беззеркальную технику, то это вовсе не небольшая, это довольно серьезная разница. Это если говорить про сами фотоаппараты. Вот мы можем сравнить, потому что другие производители сложнее их сравнивать, да, потому что у производителей разное представление о том, какие должны быть фотоаппараты, и поэтому там могут быть разные направления движения в своей конструкторской мысли. Можно сравнить объективы. Это вот слева у нас объектив для беззеркального фотоаппарата, а справа объектив для зеркальной камеры. Оба они имеют абсолютно одинаковые характеристики, это так называемые китовые объективы, которые входят в комплект. Слово английское обозначает кит, обозначает комплект. И вот в комплекте с фотоаппаратом довольно часто продаются вот такие объективы, китовые объективы. И вот они вот абсолютно одинаковые по характеристикам, ну, может быть, там плюс-минус, да, в чем-то. Их разница настолько несущественная, что, скорее всего, там неискушенные пользователи этого не заметят. И мы видим, что объектив рассчитан на беззеркальные камеры меньше. На первый взгляд, кажется, разница не очень большая, какие-то 9 мм разницы, и скажут, ну, тю, там, 9 мм, это что-то ерунда какая-то, да? Но нужно понимать, что объектив зеркального фотоаппарата должен стоять дальше от матриц. Он не может стоять в упор, он не может стоять близко, потому что там есть зеркало, которое должно подниматься с каждым снимком, чтобы камера могла сделать снимок, зеркало должно подниматься. Поэтому объектив для зеркальной камеры должен стоять на большом расстоянии, ну, ровно таком, чтобы там могла двигаться вот эта система зеркал. соответственно нам кажется что объективы одинаковые на самом деле нет если мы захотим их привести к единому знаменателю мы должны будем сделать так чтобы они были ну возможности установить например на беззеркальный фотоаппарат мы не можем объектив с беззеркальной камеры поставить на зеркальную камеру не можем да потому что беззеркальный объектив рассчитан на близкое расположение к матрице он просто не встанет на зеркальную камеру но мы можем наоборот сделать мы можем взять поставить на беззеркальный фотоаппарат, беззеркальный объектив, окей, да, вот этот объектив мы можем поставить на беззеркальную камеру. И объектив с зеркального фотоаппарата мы тоже можем поставить на беззеркальную камеру через переходник. Этот переходник, его отодвинет ровно настолько, насколько там было раньше зеркало, да. А вот этот переходник, он часто идет в комплекте, которым вы можете воспользоваться, часто вот покупаете фотоаппарат, беззеркальную камеру, и там сейчас вот производители кладут его часто в комплект, да, а иногда продают отдельно, да, это разные маркетинговые решения, мы не это сейчас обсуждаем, переходник вы его устанавливаете на беззеркальную камеру, и потом к этому переходнику можете прикреплять любой зеркальный объектив. И вот тогда у нас разница получается довольно очевидной, довольно заметной. Это разница между беззеркальным объективом, который изначально был рассчитан на то, что он был расположен, был близко к матрице, и работать там, и зеркальный фотоаппарат. Я намеренно опускаю всякие разные технологические решения, что при движении фотоаппарата ближе к матрице во многих случаях улучшает качество оптики и делает ее более качественной. Но это уже мы оставим в стороне, все вот эти вещи, потому что качество оптики – это вещь, которая отдельная, и мы будем обсуждать это отдельно и прямо будем подробно про это говорить, там очень много моментов. Но вот визуальная разница, она очень заметна. То есть вот в размерах уже получается разница примерно на треть, а то и там больше этих объективов по росту. Ну и примерно то же самое наблюдается и в других ситуациях. Вот, например, камера EOS R, относительно недавно выпущенная беззеркальная полноформатная камера, которая по начинке, кстати, собой представляет полную копию 5D Mark IV. И вот к ней присоединен объектив 24-105, и на камере 5D Mark IV тоже 24-105. Объективы абсолютно одинаковые по своим характеристикам, по техническим моментам. Ну вот видно, насколько разница будет у вас в размерах и в весе. В весе будет разница довольно серьезная. То есть это вот то, что вы будете носить на руках, и то, что будете носить на шее своей. Это вот первый момент, который нужно обсудить про беззеркальные камеры. Второй момент. Беззеркальные камеры дают вам удобство настроек. То есть что имеется в виду? Что когда вы снимаете на беззеркальную камеру, у вас картинка транслируется прямо сразу на экранчик. Ну, во-первых, строить кадр по экранчику намного удобнее, чем видоискатель. Или это известное. Момент такой, он связан с устройством нашего мозга, связан с устройством нашего зрения. И логика тут в том, что когда вы... Ну, бывает такой момент, да, идете по какой-то улице, и там много визуального мусора. Там провода, например, очень много над домами, натянуты над улицей. Там рекламы много, каких-то вывесок алиповатых много. Вы можете вполне спокойно наслаждаться видом улицы, наслаждаться архитектурой и не замечать вот этих объектов, которые мозгу не нужны. То есть не нужна эта реклама, он их не видит. Он видит красивую архитектуру, видит дома, видит улицы. А когда вы пытаетесь делать снимок, у вас получается безобразие. Вы делаете фотографию, у вас получается вот эта грязь, визуальный мусор сразу виден. Вот это свойство нашего мозга, оно точно так же работает и в видоискателе. То есть когда вы смотрите своим собственным глазом, вы можете чего-то не заметить. И поэтому, чтобы снимать через видоискатель, нужно тренироваться. Ну это кажется, что просто, кажется, что ерунда, на самом деле нужно тренироваться, нужно тренироваться, замечать те детали, которые может вас стремиться вычесть, стремиться убрать. Когда вы смотрите картинку по экранчику, там уже у мозга нет такой свободы для маневра, и он уже не может так все убрать, он видит картинку как есть, он видит все ваши огрешности, видит все ваши неточности, и поэтому, конечно, свободы для маневра уже у мозга нет. И поэтому контролировать значительно проще. Это раз. Два, вы видите сразу со всеми настройками. То есть, когда вы смотрите на экранчики своего фотоаппарата, вы можете все настройки применить, и техника, как правило, применяет все настройки. То есть, установленная диафрагма, выдержка ISO, те параметры, которые мы будем с вами обязательно разбирать очень подробно, они прямо визуально отображаются на экранчике. Вы видите, что если покрутить один из параметров, картинка становится светлее, а если покрутить другой параметр, она становится темнее. И вы сразу понимаете, еще не сделав кадр, вы уже понимаете, что картинка будет недостаточно хорошая, она будет слишком темной или слишком светлой. И даже не сделав кадр, вы можете применить настройки ЧБ, например, черно-белый вариант, и видеть сразу, какой будет черно-белый. В отличие от зеркального фотоаппарата, где вы сначала должны будете сделать снимок, и только потом, постфактум, посмотреть, а что же у вас получилось. Правильные были настройки у вас или нет, угадали вы с настройками или нет. Нравится вам в черно-белом варианте или нет. Это уже потом, постфактум, после того, как сделали снимок. Всякие помощники, про которые мы тоже будем говорить, гистограммы или какие-то вещи, которые показывают сразу распределение яркости, все это тоже на беззеркальном фотоаппарате можно выводить прямо онлайн на экранчике. В зеркальном фотоаппарате можно посмотреть только постфактум. Правильно ли был настроен баланс белого или неправильно, тоже постфактум на зеркальном фотоаппарате, в то время как на зеркальной камере вы это видите все сразу и можете это применять сразу. Это очень большой плюс, особенно для тех, кто начинает фотографировать, потому что контролировать процесс становится значительно проще. Это вот такой момент. Следующий момент – удобство съемки. Удобство съемки заключается в том, что беззеркальные фотоаппараты имеют очень часто поворотные, откидные, всякие разные такие экранчики хитрые, которые позволяют снимать самых разных ракурсов. То есть если у вас зеркальный фотоаппарат и вам хочется снимать с уровня пола, то вы будьте добры лечь на пол пузом и снимать с уровня пола вместе с собой, то есть лежа и расположившись прям фактически на земле. Если вы хотите снимать что-то с высокого ракурса, то будьте добры притащить стремянку и снимать самостоятельно, вместе забравшись с фотоаппаратом с большой высоты. В то же время, если имеете беззеркальный фотоаппарат, вы можете повернуть экранчик и снимать с уровня пола или снимать с уровня над головой руки, это как вы хотите, все можно сделать как вам больше нравится, легко и ненапряжно. Тут, кстати, многие люди говорят, подождите, 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 они говорят, у меня есть зеркальный фотоаппарат, и там тоже экранчик поворотный, говорят они. Что-то здесь не так, вы что-то хитрите. На самом деле никакой хитрости. Да, действительно есть зеркальный фотоаппарат, очень многие сейчас делают с поворотными экранчиками или окидными экранчиками, по которым точно так же можно контролировать съемку с нижнего и с верхнего ракурса. Но есть нюансы. Нюанс заключается в том, что этот экранчик включается только тогда, когда вы нажимаете кнопочку Live View. Есть такая кнопочка на зеркальных фотоаппаратах. Нажатие этой кнопочки поднимает принудительное зеркало, и ваша большая, громоздкая зеркальная камера вместе с пентапризмой, со встроенным зеркалом, который никуда не девается, никуда не исчезает, вместе с избыточным лишним весом, на время превращается в беззеркальную камеру. И тут сразу хочется так сказать, что? Зачем тогда вам нужен этот зеркальный фотоаппарат, если вы его функции не используете, вы его используете в режиме беззеркальной, но только толстой, тяжелой и громоздкой беззеркальной камеры. Мало того, еще есть одна особенность зеркальных фотоаппаратов, которая пока не решена, она заключается в том, что зеркальные камеры в режиме Live View, то есть когда они превращаются в беззеркалку, они работают, как правило, довольно неуклюже. То есть если говорить про беззеркальную камеру, у нее нет других режимов, кроме как Live View. Она работает всегда в режиме Live View, она всегда вам показывает картинку на экране, и инженеры, зная это, оптимизируют работу беззеркального фотоаппарата так, чтобы он работал всегда плавно, чтобы картинка отображалась классно, чтобы видоискатели увидели все четкое, прекрасное, замечательное, чтобы ни стробов, ничего не было, чтобы техника работала идеально. А в то же время, если говорить про зеркальные фотоаппараты, режим Live View там является дополнительным, он не является основным, он является таким, ну, как бы, вот, хорошо, если он есть, спасибо большое производителям, что они туда его добавили, и, собственно говоря, ну, как бы, дополнительный такой момент, а вот хороший он этот дополнительный момент, или так себе, уже никого не интересует, и поэтому инженеры так делают спустя рукавой, и поэтому даже дорогие, крутые зеркальные фотоаппараты, которые стоят много денег, и которые в режиме зеркально снимают вообще как пулемет, снимают круто, в беззеркальном режиме начинают безбожно тупить, то есть начинают работать медленно, плохо наводиться на фокус и так далее, и там подобное. Это нужно понимать, что это плата за то, что это, в общем-то, зеркальный фотоаппарат, и все основные функции его работы заточены для того, чтобы работать с зерком, с зеркальной системой. А беззеркальный там постольку поскольку, это такой костыль, который, ну, вот, людям нужно, да, снимать вот с поворотным экранчиком, и они будут страдать, ну, вот, ну, вот, зачем, да, непонятно. А если вы снимаете зеркальным фотоаппаратом с нижнего ракурса, ну, надо будет раскорячиться. Мало того, сейчас современные беззеркальные камеры позволяют транслировать сигнал с матрицы и с видоискателя прямо на смартфон или на планшет. То есть вы можете установить где-то камеру на штативе, положить ее на стол, там, поставить на штатив, как угодно где-то смонтировать эту камеру, вывести сигнал на смартфон и управлять полноценно камерой с смартфона или с планшета. То есть контролировать картинку, нажимать туда, куда нужно, чтобы была фокус наводилась, камера будет наводиться на фокус, настраивать все параметры съемки, диафрагмы, выдержку, все-все-все. Снимать, фотографировать и вообще полноценно управлять фотоаппаратом со смартфона или с планшета. То же самое могут делать, конечно, и некоторые зеркальные камеры, перейдя в режим Live View, как мы говорили, да, то есть они превратятся на время в беззеркалку. И вот это, конечно, очень круто, потому что это открывает тоже новые возможности, то есть снимать можно совсем гораздо более комфортно, чем вот если у вас зеркальный фотоаппарат, то вот если старый, особенно зеркальный фотоаппарат, то будьте добры вот со своим прям фотоаппаратом, со своим штативом, проследуйте в болото, вот как этот дяденька, да, и стойте по пояс в воде, чтобы сделать какой-то красивый кадр. На беззеркальном фотоаппарате не обязательно так мучиться. Разумеется, возможность снимать видео. В оригинальном видео, то есть в виде зеркального фотоаппарата, он не может снимать видео, потому что, чтобы снимать видео, матрица должна быть открыта, зеркало должно быть поднято. Соответственно, если зеркало будет поднято, то вы ничего не увидите в видоискателе, это раз. А два, у вас не будет работать система автофокуса, которая требует, чтобы зеркало было опущено, и часть света падала на эти датчики. То есть, получается, что, опять же, видео можно снимать только тогда, когда камера находится в беззеркальном режиме. То есть, вот вы купили какой-нибудь дорогой, хороший зеркальный фотоаппарат, 5D там, Mark чего-то, купили этот фотоаппарат, чтобы снимать видео, и когда вы снимаете видео, вы его переводите в беззеркальный режим. То есть, вы нажимаете кнопочку Live View, и тогда, после этого, камера начинает поднимать зеркало, начинает снимать как беззеркальный фотоаппарат. То есть, получается, вы зачем-то купили зеркало, которым не пользуетесь, зачем-то купили Pentaprizm, лишний вес и дополнительное оборудование, которым никогда не пользуетесь, которое вам не нужно. Получается, опять же, такая ерунда. Плюс габариты и размеры, которые есть в беззеркальных фотоаппаратах, довольно небольшие, и позволяют гораздо более комфортно снимать видео, и больше, скажем, веса потратить на какой-то дополнительный обвес, на дополнительное оборудование, на видеооборудование, да, и видеографы, и операторы. Когда появились беззеркальные фотоаппараты, они, конечно, вздохнули с облегчением, и все дружно на них перешли. Насколько я знаю, они очень с большим энтузиазмом отнеслись к тому, что появились беззеркальные фотоаппараты, хорошо умеющие снимать видео. Дальше. Возможность использования разных объективов. На первый взгляд, кажется, что-то такое. На самом деле, это очень важно, потому что на современные беззеркалки через переходники, которых очень много, можно поставить практически любой объектив. То есть сейчас, сегодняшняя такая ситуация позволяет вам, например, на камеру Sony поставить объектив Fujino, к примеру. Вы его можете спокойно использовать, что довольно очень распространенная связка. Fujino, он очень такие качественные видеообъективы, кинообъективы делает, и, соответственно, почему бы их и не использовать, тем более, что переходники позволяют это делать. То есть вы берете и используете, полноценно используете этот объектив со своим фотоаппаратом, да, и у вас получается, что вы можете снимать на разные объективы. Если вам по какой-то причине нравятся, допустим, объективы Canon, вы их очень любите, трепетные, нежные, они у вас есть, например, и вы не хотите их продавать, то вы можете купить беззеркальный фотоаппарат, тот же самый, допустим, Sony, и через переходник использовать эти объективы Canon на нем. Ну, можно, конечно, не уходить так далеко, можно купить какой-нибудь, не знаю, Canon, беззеркальный фотоаппарат, ТОСР, например, или сейчас там новые на подходе модели, вы можете их купить и использовать переходником оптику Canon, которая у вас есть от зеркальных фотоаппаратов, совершенно не напряжена через переходник. Но если вдруг вам захочется использовать, допустим, не Canon-овский объектив, а какой-то другой, то милости просим, вы берете и используете самый обычный объектив от другой фирмы, от другого производителя, там, от Лейки, например, ставите ее на свой фотоаппарат Canon беззеркальный через переходник и спокойно снимаете, у вас, получается, кайфовые кадры, какие вы хотите. В этом большой плюс, конечно, то, что дает нам беззеркальные системы возможность через переходники устанавливать практически любую оптику, то есть парк оптики у вас ничем не ограничен. Бесшумная съемка. Бесшумная съемка – это еще один момент, который тоже очень ценится во многих ситуациях, очень важен. Бывают такие моменты, когда нужно снимать абсолютно без звука. Зеркальная камера принципиально не может снимать без звука, потому что зеркало поднимается, опускается и издает тот самый чик-трак, звук, который механический, и он никуда не девается, его никуда убрать нельзя. Беззеркальная камера может снимать абсолютно беззвучно, потому что второе, что у нас издает звук в фотоаппарате, это затвор. Он может быть электронный. Электронный затвор – это как на наших смартфонах, когда мы снимаем, там же нет никаких механических деталей, которые открываются, закрываются. Просто снимает камера, если мы хотим, беззвучно. То же самое может делать большой беззеркальный фотоаппарат, тоже снимать абсолютно беззвучно. И те люди, которые вынуждены снимать в ситуациях, когда они не могут издавать звук при съемке, то есть дикая природа, например, театр, кино, съемки, какие-нибудь протокольные мероприятия, где вы не можете или нежелательно издавать свои камеры звуки, и вот как раз беззеркальная камера это позволяет делать. Зеркальный фотоаппарат это не может делать. Высокая скорость работы. Раньше было абсолютно такая, ну, буквально там, и года три назад, абсолютно такая устоявшаяся ситуация, когда мы говорили про зеркалки, говорили, это высокая скорость работы. То есть вы хотите снимать быстро, снимайте на зеркальную камеру. А беззеркалки – это малые габариты, малый вес, да, компактность, легкость, и т.д., и т.п. Объективы и так далее, то, что я перечислял. Но время меняется, времена проходят, и мы сейчас видим, что, например, современные беззеркальные камеры снимают быстрее, чем зеркальный фотоаппарат, уже сейчас. И дальше будет только круче, потому что со временем у нас возможности зеркальных камер пока так сильно не ограничены, как беззеркальные камеры, не ограничены, как зеркальные. У зеркальных камер есть ограничение, вот это зеркало, да, которое поднимается, опускается, оно не может двигаться быстрее, чем какая-то скорость у него есть, да, и если оно будет очень быстро хлопать, то оно просто физически развалится, рассыпется, преодолеет какой-то определенный предел прочности и просто рассыпется, развалится и перестанет функционировать. Значит, можно как-то усиливать, конечно, этот узел, делать его более каким-то монструозным, но, как вы понимаете, это скажется на стоимости, и не факт, что приведет к каким-то драматическим изменениям. Поэтому физическое ограничение у зеркальных фотоаппаратов, оно уже видно невооруженным глазом, плюс еще системы автофокуса должны работать, плюс еще, когда поднимается зеркало, видоискатель, ничего не видно, хоть и кратковременно, но свет пропадает, картинку уже контролировать не так удобно и так далее и тому подобное. То есть мы видим, что у зеркального фотоаппарата есть предел по скорострельности, а у беззеркалок его нет, потому что там нет такой необходимости что-то поднимать, что-то опускать, электронный затвор, и камера снимает по 20 кадров в секунду, по 30 кадров в секунду без затемнения, то есть ничего у вас, видоискатель не пропадает, никакое изображение не исчезает, и все снимает вообще идеально, и какие-то быстрые сюжеты, которые требуют очень высокой скоростной съемки, на беззеркальной камере снимать получается уже лучше, чем на зеркальные фотоаппараты. Это еще не все. Как говорят, в магазине на диване я разошелся, поэтому сейчас я все уж основные моменты вывалю и расскажу. Технологичность. Очень важный момент, технологичность. Что имеется в виду? У зеркальных фотоаппаратов в силу ряда технических особенностей есть такая возможность получить бэк и фронт фокус. Ну то есть это не значит, что она обязательно будет, но вероятность того, что будет, она не нулевая. То есть это нормальная ситуация, это нужно камеру относить там на юстировку, нужно настраивать с объективом, и вам возможно исправить, а может быть не исправить, а может в какой-то степени вам сделать лучше, но не до конца. То есть такая ситуация, она возможна, и с этим люди, которые снимают на зеркальные камеры, вынуждены мириться с бэк и фронт фокусом, с промахами по фокусу. Если говорить про беззеркальные камеры, там другая система фокусировки, про систему автофокуса мы обязательно поговорим отдельно, я объясню, в чем разница, расскажу. Но пока, если кратко, там действительно другая система фокусировки, и она промаху делает значительно меньше, получается, что промахивается меньше. И скорее всего, если беззеркальный фотоаппарат промахивает, скорее всего, дело в вас, а не в камере, в большинстве ситуаций. Это еще не все, это еще ладно, это еще полбеды. Второй момент, который очень важен для нас, то, что зеркальная камера не позволяет реализовать некоторые моменты, которые можно реализовать на беззеркальной камере. То есть на беззеркальной камере можно реализовать, например, определение лиц. То есть камера будет находить лица, мало того, что она будет находить лица, она будет находить глаза. Сама находить глаза и наводиться на глаза в этих лицах. Это еще не все. Современные беззеркальные камеры позволяют вам запоминать каких-то конкретных людей. То есть вот у вас есть семья, и вы хотите в толпе снимать, чтобы фокус наводился только на них. Что вы можете сделать? Некоторые беззеркальные камеры уже позволяют зарегистрировать конкретных людей. То есть вы подходите, фотографируете. Так, пап, я тебя сейчас сфотографирую. Так, мам, я тебя тоже сфотографирую. И говорите камеру. Вот эти люди, они должны быть в приоритете. То есть вот на него наводится в первую очередь, на него во вторую очередь, а вот на них в третью очередь. И если вы снимаете в толпе, камера находит лицо, конкретное лицо, не просто лицо, а конкретное лицо, то она наводится на него. Это очень удобно, да. То, чего вообще принципиально невозможно реализовать на сегодняшний день в зеркальной камере вообще никак. Наведение на лица никак, наведение на глаза никак, определение лиц невозможно. Но мы видим, да, что технология определения лица, она постепенно развивается, и развивается даже драматическим образом. мы видим, что смартфоны, например, сейчас устроены таким образом, что они познают своих владельцев по лицам, да, значит, технологии имеют огромный потенциал. Значит, она может не только лица, например, распознавать, а она может распознавать какие-то определенные объекты, и вполне возможно, что в будущем мы будем говорить камере, так, камера, давай следи за этой машиной, то есть просто тыкнуть пальцем, и она будет следить конкретно за той машиной, на которой мы ткнули пальцем. То есть это уже не то, чтобы фантастика, это, в принципе, уже вполне такая обыденность. То, чего не может, опять же, сделать зеркальный фотоаппарат в силу ряда технологических ограничений, которые просто не позволяют это делать физически, да, а на беззеркальной камере эта технология возможна. Отсутствие шаттер-шок, да, тоже важный момент, то есть и миррор-шок тоже очень важный момент, да, который связан с тем, что у нас движется, как я уже показывал, и зеркало движется, да, оно поднимается и хлопает, и сотрясает камеру, и затвор тоже движется и тоже сотрясает камеру, да, вот видно прям, как эти все конструкции ходят ходуном, и они соударяются, да, и, естественно, все это вызывает вибрации, да, все это неизбежно вызывает вибрации, и при каких-то выдержках определенных это может привести к тому, что изображение будет смазанным, будет нечетким, да, будет не такой детализированным, как нам хотелось бы. Поэтому, конечно, хорошо бы от этого отказаться. Если от затвора еще худо-бедно, на электронный затвор можно переключить в зеркалках, тоже можно отказаться, то от зеркала никак не отказаться, да, зеркальный фотоаппарат это именно как раз присутствие зеркала, того самого, которое соударяется. А вот на беззеркальной камере можно от этого отказаться, и она будет снимать абсолютно без сотрясений. Ну, вот так уж много плюсов у беззеркальных камер, и, на мой взгляд, очевидно, что нужно переходить на них, но некоторые люди спрашивают, ну и что, неужели нет никаких вот плюсов поработать немножко адвокатом дьявола, вы так хорошо рассказываете про плюсы беззеркалок, наверное, есть плюсы у зеркальных. Наверное, давайте обсудим, есть. Есть плюсы зеркальных систем, но так, чтобы подсластить пилюлю уходящему поезду, сложная конструкция получилась, но тем не менее, да, вот какие плюсы у зеркальных систем. Ну, во-первых, это отлаженная система, то есть работа с зеркалами уже освоена, все понятно, все привычно, все ясно, как работает, и люди, которые привыкли к какому-то определенному процессу, они уже понимают, как это все работает. Второй момент очень спорный, но, тем не менее, он тоже для многих людей существенно то что зеркальные фотоаппараты обладают огромным количеством там парков объективов и аксессуаров они успели обрести вот этим обрасти вот этим всеми компонентами них очень много это второй момент хотя это вопрос спорный почему потому что те же самые объективы можно использовать час как я уже говорил на беззеркальных системах через переходники или каким-то другим способом до устанавливать их то есть можно использовать и можно снимать и можно фотографировать можно эти xor от аксессуары точно также использовать как и на зеркальных фотоаппарат но тем не менее для многих людей это тоже такой момент там же много все а тут еще пока нет не специально для беззеркальной камеры еще не выпустили так много объективов ну да нет еще пока очень важный аргумент экономия электроэнергии то есть зеркальные фотоаппараты они не все время у них работает матрица не все время работает экран они включаются только на момент когда нужно сфотографирует а экран включается только на момент когда нужно показать готовый результат то есть То есть экранчики могут быть выключены, матрица может быть выключена, электроэнергия сохраняется. Вот этот аргумент очень серьезный. И тут действительно, конечно, надо сказать, что зеркальные камеры пока побеждают, потому что с точки зрения количества кадров, сделанных от одной батареи, они выиграют, причем прилично, раза в два. По личным наблюдениям, примерно раза в два снимают зеркальные камеры больше, но надо сказать, что энергоэффективность беззеркальных камер возрастает. И мы видим, что беззеркальные камеры уже начинают снимать, ну, целый день уже достаточно, да, батарея запаса. А если нет, то можно взять за собой запасную батарею. Если вас это не устраивает, то можно взять Powerbank, и многие современные камеры, и не только зеркальные, и беззеркальные, все камеры начинают современно заряжаться от Powerbank. Или работать от Powerbank. Точно такой же Powerbank, который иногда покупают для работы с компьютером, или для работы с смартфоном, можно использовать для съемки фотоаппарата. То есть точно так же можно заряжать его. То есть эта тема уже отходит на второй план, хотя она существует. Знакомая эргономика, то есть крупный корпус, привычные кнопки, привычные крутилки, все расположено там, где надо. Для многих людей это очень серьезный такой момент, потому что беззеркальные камеры, они компактнее, они легче, и чтобы там можно было воспользоваться теми же настройками, как на зеркальных фотоаппаратах, начинают придумывать разные технологические решения. То есть инженеры начинают придумывать, а что сделать, мы там два колесика, если мы сделаем, а если три, а если это колесико сюда, если это колесико туда, если touch screen, а если то, если сё. Начинают придумывать разные технологические решения, которые позволят на маленьком корпусе все настройки получить и получить их комфортно. И не для всех это удобно, не всем это нравится. Вот эти поиски эргономики, как вот эргономических решений, не всем подходят. Некоторые люди говорят, вот мне нравится, как вот я привык, там, 10 лет назад, так и снимая на зеркальном фотоаппарате, всё привычно, руки ложатся туда, куда нужно. Ну, как вы понимаете, вопрос привычки, но тем не менее, это аргумент. И ещё один аргумент относительно невысокая цена. Относительно невысокая цена связана с тем, что на зеркальные камеры уже все затраты отбиты. Ну, то есть, когда их производили, все вот эти затраты на разработку, на построение заводов, там, на создание отладочных линий, всё это уже отбито, всё уже окупилось, и поэтому можно не повышать цену, то есть можно на зеркальные камеры держать цену низкой, потому что это уже всё окуплено. А вот беззеркальные камеры нужно отлаживать, их нужно, там, придумать какие-то те самые конструктивные решения новые, там, эргономические решения, материалы новые использовать, и так далее, и там подобное. И это требует денег, и поэтому цена, конечно, беззеркальных фотоаппаратов на сегодняшний день превышает цену аналогичных зеркальных камер. Но надо понимать, что это всё будет длиться ровно до того момента, когда зеркальные камеры по той или иной причине придётся апгрейдить. То есть, если производитель хочет дальше продавать свои зеркальные фотоаппараты, то рано или поздно он должен будет сделать новую начинку в зеркальных камерах. Но не будут люди покупать всё время старую технику, да, они рано или поздно захотят обновиться, даже просто физически он износится, да, сломается, старый фотоаппарат зеркальный. И надо будет покупать новую камеру. Новую камеру захочется купить с хорошими новыми характеристиками. Значит, производителям нужно будет ставить новые матрицы, новые там электронику, новые какие-то прибамбасы туда ставить, а это всё потребует затрат на тот же самый научно-техническую деятельность, на разработку, на отладку. И, по сути, если мы говорим, сравним два фотоаппарата, которые стоят из одинаковых компонентов, как вы сами понимаете, да, довольно часто производители ставят и в зеркальные, и беззеркальные фотоаппараты одинаковые компоненты, то не может фотоаппарат, в котором меньше деталей, стоить дороже, чем фотоаппарат, в котором больше деталей. То есть, как только произойдёт этап, подойдёт время обновлять зеркальный фотоаппарат, цена у них сравняется. К сожалению, увы и ах, придётся производителям сравнять цену, потому что, ну вот как вот, вот один набор деталей, вот второй набор деталей. Только в одном нету зеркала, а в другом есть зеркало, дополнительный элемент, который тоже нужно производить, который тоже нужно отлаживать, который тоже должен работать, и, разумеется, тоже стоит денег. В одном нету, а в другом есть. Не может стоить там, где нету, дороже почему-то. Сейчас это связано именно как раз с научно-техническими разработками, с выводом новых линейок, и поэтому это, конечно, дороже. В будущем цена сравняется. Вот такие вот, если говорить про зеркалки и беззеркалки. То есть, на мой взгляд, вывод очевиден. Гранды включились в игру, Nikon, Canon представили беззеркальные фотоаппараты полнокадровые, серьезные, профессиональные камеры. И, в принципе, пошло-поехало, и дальше будет больше. И уже там Panasonic свои камеры полноформатные предъявила, и прочее, прочее, прочее. Гранды уже включаются полностью в игру, и поэтому мы видим, что беззеркальные камеры завоевывают рынок. Мы видим, что продажи их постепенно растут, а продажи зеркальных камер падают. То есть, вот такая логика наблюдается, в принципе, уже давно. И тут все вполне понятно, почему. И вариантов нет, и рано или поздно зеркальные камеры уйдут окончательно со сцены, потому что в них сейчас нету острой необходимости. Если раньше это было важно, потому что раньше это позволяло лучше контролировать процесс, то сейчас в этом нет никакой важности, нет никакой нужности. Все. Беззеркальные камеры могут делать все то же самое, но и лучше, да, и больше возможностей, и лучше делать, и с меньшим весом, и так далее, и так подобное. Вот кратко было про зеркалки-беззеркалки. Двинемся дальше, и беззеркальные фотоаппараты со сменными объективами очень часто называют системными. Есть такое выражение, системная камера. По сути, это означает то, что за камерой стоит не просто один фотоаппарат и все, а за ней стоит целая система. То есть там есть объективы, есть вспышки и так далее. Довольно такое умозрительное, конечно, на мой взгляд, определение, но уж какое есть, и поэтому мы тоже им будем пользоваться. Мы будем говорить там зеркальные, системные, в смысле зеркальные камеры и системные камеры. То есть чтобы это различие было, да, потому что зеркальные камеры, мы уже понимаем, что это такое зеркалка, да, это какой-то довольно крупный фотоаппарат, как правило, с довольно большим сенсором, с большими объективами хорошими. А что такое беззеркалка? Она может быть маленькой, как мы сейчас только что смотрели там в предыдущих вариантах. Это может быть какой-нибудь там ультразум, или может быть там защищенные фотоаппараты. Это тоже все беззеркалки. И вот чтобы как-то выделять, говорить, что аналогичные зеркальным фотоаппаратам, такие же по характеристикам, но только со сменными объективами, это, соответственно, системные называют. Ну и вот, если говорить про вот эти фотоаппараты, которые со сменными объективами, то их можно поделить на несколько категорий по относительно возможностям для начального уровня, для продвинутых пользователей и для профессионалов. Для начального уровня это, как правило, такие довольно компактные камеры, небольшие, как правило, довольно стильные, очень такие прикольные по дизайну, с небольшим количеством кнопочек, потому что пользователю, начинающему, приходится, как правило, снимать чаще в автоматическом режиме или каких-то вариациях автоматического режима. Поэтому настройки здесь все есть, но они, как правило, не очень легко доступны, они, как правило, все довольно так скрыты, поэтому, кстати, не очень удобно снимать, если как-то более продвинутая какая-то съемка. На этих камерах зачастую бывает не очень удобно, но с точки зрения дизайна они привлекательные, компактные, легкие, недорогие. Вот такие вот фотоаппараты, бывают цветастенькие, бывают очень такие нарядненькие, симпатичненькие, розонькие, красненькие, зелененькие, ну, очень много таких вариантов цветовых решений, симпатично все это выглядит. Приятно держать в руках, приятно снимать, безусловно, да, хотя качество, конечно, не очень высокое, потому что чаще всего здесь используются сенсоры размером APS-C. APS-C либо дюймовый, либо AC, вот этот диапазон чаще всего, если говорить про начального уровня любительские беззеркальные фотоаппараты. Гораздо более интересны для нас, для начинающих фотографов, которые изучают фотодело, не просто фоткать, да, именно изучают фотодело, так называемые камеры для продвинутых пользователей. Они отличаются от любительских камер тем, что в них стоит как раз такой же сенсор, да, как правило, такая же начинка, но в них больше кнопочек. У них больше кнопочек, крутилочек, больше инструментов настроек, то есть они более удобно настраиваются, то есть больше экранчиков, крутилочек и всяких разных арчишков, что позволяет вам более свободно оперировать разными настройками, более глубоко погружаться в фотографии, то есть с большими возможностями получается камера. Хотя с точки зрения съемки это часто начинка бывает абсолютно одинаковой, да, то есть с точки зрения результата, который получается, камера начальная или продвинутая, зачастую они дают примерно одинаковую, ну да, разница там бывает, но она зачастую такая умозрительная, да, такая не очень большая. Вот, но вот кнопочки, крутилочки, конечно, дают нам возможность тренироваться, учиться, настраивать камеру намного более аккуратно. Для продвинутых фотолюбителей бывают иногда фотоаппараты с полнокадровыми сенсорами. Ну это так называемый вход в мир полного кадра, то есть это когда уже большой сенсор, большие объективы, да, серьезно, все уже по-серьезному, хотя, как мы помним, да, это не является чем-то таким сакральным, но тем не менее для многих людей это по-прежнему там полный кадр, это ощущение, что это такое, что-то крутое. Ну вот прикоснуться к этому полному кадру, к чему-то такому круто, он позволяет камера начального уровня с полным кадром, который относится к продвинутым фотолюбительским фотоаппаратам, такие как вот 6D, например, да, или 610, DD610 Nikon. То есть у каждого производителя есть свои собственные такие вот переходные модели. Встречаются довольно интересные камеры для продвинутых пользователей, например, вот как Nikon One, к сожалению, снятая с производства, но тем не менее довольно прикольная, на мой взгляд, камера, AW One, это защищенная камера со сменной оптикой, которая позволяет вам с ней нырять. Без аквабокса вы можете нырять с ней на глубину 15 метров, это очень круто, потому что это очень редкая ситуация, когда вы можете просто достать из коробки камеру и пойти с ней купаться. Это будет не какая-то мыльница, которая там снимает примерно как смартфон, это будет не смартфон, это будет более серьезный фотоаппарат с большим количеством настроек, с большими возможностями, с большей матрицей и технологически более продвинутой, естественно, качество изображения будет намного лучше, и это причем полноценный фотоаппарат, да, с которым можно еще, к тому же, там нырять на 15 метров. Это был единственный такой случай, да, который выпускался, и вот, к сожалению, сняли с производства, хотя на самом деле зря, очень прикольная штука, на мой взгляд. Довольно прикольно, что некоторые производители типа Sony одну и ту же камеру могут относить к разным сегментам, то есть они говорят, вот есть Sony A7 третьего поколения, A7 III, и вот она, соответственно, одновременно на сайте Sony она отнесена к продвинутым камерам, то есть для продвинутых фотолюбителей, и к профессиональным. Ну, то есть Sony позиционирует ее и так, и так, говорит, вот ваша камера, она может быть для продвинутых фотолюбителей, она может быть и для профил. Ну, они, в принципе, правы, потому что эту камеру можно использовать и там, и там. Раньше довольно забавно у Кенна была такая ситуация, линейку 5D они относили к любительским, продвинутым любительским камерам, и говорили, что 5D это такой продвинутый любительский фотоаппарат. Когда я всем про это говорю, все такие говорят, да что, нет, это профессиональная камера, не может быть, там все, вы все врете. На самом деле, я не вру, просто вот так на сайте было. Раньше на сайте Кенна было вот такое деление, да, любительская камера, там, вот эти все, там, трехзначные, двухзначные, в том числе 5D было, а профессиональные были и нички. Ну, вот потом они поменяли свою точку зрения и пятерку включили в профессиональную линейку. А вот Sony не меняла, они решили, что эта камера подойдет и для продвинутых любителей, и для профессионалов. Ну, в общем, они правы, потому что по техническим характеристикам действительно так. Довольно забавно, что, например, камеры такие, как Olympus и Fujifilm, целая линейка, бывает, имеют одинаковую топовую начинку. То есть имеется в виду, что это разные фотоаппараты, выглядят разные, имеют разные какие-то функциональные возможности, имеют разные какие-то прибамбасы, но они внутри имеют практически одинаковые компоненты, такие же, какие устанавливаются и на топовые камеры. То есть там, получается, внутри по качеству изображения, которое они формируют, которые они создают, внутри получается такая же картинка, как и на топовых фотоаппаратах. То есть нужно ли вам покупать там топовую камеру или не нужно, уже вопрос десятый. То есть вы можете запросто взять, скажем там, более младшую камеру в этих линейках, да, и получать такое же по качеству изображение, как и на топовом, дорогом, более дорогом и более тяжелом фотоаппарате. Мало того, нередко такая ситуация, что выходят новые модели камер, и они имеют начинку даже более крутую, более продвинутую, чем топовый фотоаппарат, чем флагманы. Ну вот, например, появление X-T30, да, и мы видим, что по начинке в этой камере больше всего надела, там больше компонентов и больше возможностей, чем даже у флагмана сейчас. Но надо понимать, что это вопрос смены поколений, через некоторое время сменится флагман, в нем появится новое оборудование, новые какие-то детали, которые будут превосходить нынешний вот этот вот любительский фотоаппарат. То есть вот такая идет игра в догонялки, сначала там выпустили любительскую камеру, и вдруг бац, она оказывается круче, чем флагман, потом выпустили флагман, он круче, чем любительский. Потом опять выпустили, ну вот такая получается довольно часто чехарда. Поэтому если вы гонитесь за какими-то техническими характеристиками, может иметь смысл мониторить эту тему и смотреть, что там они добавляют, какие компоненты доставят, чтобы, может быть, взять себе самую-самую-самую навороченную, самую крутую технику. Еще одна особенность, которая есть у Fujifilm, это вот сенсор собственной разработки и красивые цвета. Как я уже говорил на предыдущем занятии о том, что единственное, чего нету цифры, это нету работы с эстетикой цвета. И вот единственная фирма, которая как-то озаботилась этим вопросом и как-то этим работает, это Fujifilm. Это не реклама, это вот просто констатация факта, потому что это действительно так, единственная фирма, которая занимается эстетикой цвета, это Fujifilm. И она делает там пока еще, может быть, недостаточно много, недостаточно, как бы хотелось бы пользователям хорошо, но тем не менее первые шаги в этом направлении сделаны. Имитация пленочных профилей как раз позволяет делать довольно симпатичные цвета. То есть это тоже такой маркетологический момент, который сделает эти камеры, может быть, для кого-то более привлекательной. На рынке существует среди любительских фотоаппаратов еще камера Leica. Она в этом сегменте тоже представлена. Она делает очень привлекательные, очень симпатичные камеры, вот как, например, Leica TL. Очень крутая она выглядит просто бомбически, даже на фотографии не передает, как она выглядит. Когда ты ее смотришь живьем, это просто, ну, произведение искусства. Реально очень дизайнерская вещь. Но, к сожалению, она очень неудобная. Лично мне показалось крайне неудобная, и, к сожалению, она никак не выдается по характеристикам. То есть вот такая совершенно посредственная камера с прекрасным дизайном, но вот даже за то, что там цену не стал смотреть, даже за то, что просто неудобно, мне кажется, ее нельзя рекомендовать. Хотя, безусловно, очень красиво. То есть, безусловно, все привлекательно. Это к вопросу о том, что некоторые люди говорят, а стоит ли мне переплатить и заплатить за вот магию красного кружочка? Ну, если у вас есть лишние деньги, то, возможно, да. Да, но если у вас нет лишних денег, вы умеете их хорошо считать, то надо наступить на горло своей песни и желание получить какую-то дизайнерскую красивую штуку и купить все-таки более функциональную, более удобную камеру, чем то, что делает Лейка на сегодняшний день. И третья категория – это фотоаппараты для профессионалов. Ну, это понятно, да, то есть у нас было любительские, были продвинутые, а теперь для профессионалов. Я осознанно избегаю полупрофессионала, потому что, мне кажется, слово довольно дурацким, оно мне кажется идиотическим, похожим на полубеременные, да, потому что человек не может быть полубеременный, он может быть либо беременны, либо нет. То же самое, не может быть полупрофессионалом, он может быть профессионалом, либо нет. Поэтому я придерживаюсь такой классификации, что любительская техника для продвинутых фотолюбителей и просто для любителей. Ну, и для профессионалов – это отдельная категория, это значит очень серьезная такая крутая техника и сейчас мы парня поговорим надо понимать что один важный такой момент что профессиональная техника это в первую очередь надежности удобства работы то есть профессиональная техника это далеко не всегда про качество многие люди думают что сейчас я переплачу денег заплачу много-много денег и куплю профессиональной камеры она будет реально круто и там будет все что мне нужно и будет абсолютно там total крутое качество далеко не всегда так то есть это нужно понимать что профессиональная техника развивается обновляется реже всего потому что сегмент не очень большой там не очень много игроков таких серьезных представлен да и спрос не такой уж большой как на любительском сегменте нам надо признавать и поэтому профессионалы обновляют технику редко для них нету необходимости менять фотоаппараты часто дорогие камеры обновлять все время часто то кошелек вообще развяжется и это тяжело и перед перевычиваться новой техники тоже тяжело и поэтому многие профессионалы предпочитают долго и плодотворно работать на одной системе никуда не переходить и вот пока коньки не сточатся окончательно вот они новую технику покупать не будет вот поэтому обновление там редко и вот происходит обновление как правило в профессиональную технику стараются впихнуть самые крутые технологические решения самые какие-то навороченные такие компоненты добавляют туда и это делает их на некоторое время самым продвинутыми но потом проходят годы обновляется любительская техника появляется более крутые любительские фотоаппарата обновляется продвинутая техника появляются более крутые продвинутые фотоаппараты и вот уже там допустим к излету века профессиональной камеры а именно там 5-6 лет где-то обновление профессионально уже к излету она уже представляет собой такой довольно анахронизм да то есть по сравнению с любительским фотоаппаратом видно что профессиональная камера очень сильно отстает хотя в нее изначально было заложено очень много решений это прям заметно хотя главное нужно понимать что в профессиональной технике это надежность то есть вот чтобы камера надежно работала она должна там долго надежно качественно работать и удобно то есть большие кнопки много крутилок много каких-то клавиш которые можно настроить и поэтому профессиональная техника это не про качество в первую очередь хотя качество конечно важно но она не в про первую очередь в первую очередь это надежность вот это главное что нужно помнить про профессиональную технику но тут много новинок много интересных решений например там Canon представил свою беззеркалку полнокадровую, которая представляет собой аналог 5D Mark IV. Nikon представил Z7, свою камеру, которая тоже собой представляет аналог D850 беззеркальную. Nikon представил еще Z6, попроще характеристики. Ну, то есть вариантов очень много, которые сейчас появляются. У Nikon, кстати, довольно интересно, есть единственная пленочная камера в продаже, профессиональная. То есть если вы хотите как раз, наслушавшись моих рассказов, поснимать на пленку, и у вас не хватало только фотоаппарата, то можно купить действительно профессиональную камеру. Nikon до сих пор их продает. F6 — это пленочная зеркальная камера, которую, в принципе, новую можно купить сейчас в магазинах. У Nikon есть очень прикольная камера еще DF. Это профессиональная зеркальная камера с очень таким стильным прикольным ретро-дизайном. Это полнокадровый фотоаппарат, он с очень хорошими характеристиками, с очень хорошими возможностями, но при этом такой имеет вид, как знаете, и в пир, и в мир. То есть с этой камерой можно пойти куда-нибудь на прием, и ты не будешь там выглядеть как фотокорреспондент, да, и можно пойти и поработать, тоже быть фотокорреспондентом и поснимать серьезные снимки делать. То есть и туда, и сюда она годится. И, в принципе, действительно очень прикольная такая камера. У Sony есть очень интересное профессиональное решение, A9, про которое частично я уже говорил, это очень небольшая камера с полноформатным сенсором 35-мм, которая снимает по скорости быстрее, чем профессиональный зеркальный фотоаппарат. То есть она быстрее, чем единичка от Canon, она быстрее, чем D5 от Nikon. То есть она снимает 20 кадров в секунду без затемнения, без блэкаута, без роллинг-шаттера. То есть вообще про это, про все мы поговорим, что это такое. Все эти слова обязательно мы обсудим на следующих занятиях. То есть эта камера такая уникальная по характеристикам. Она реально снимает очень быстро, она снимает очень классно, да, и поэтому, ну, в принципе, да, будущее наступает постепенно, беззеркальное. Мы видим, как оно захватывает все рубежи, и в том числе и репортажные тоже захватывает. Профессиональные камеры от Olympus – это ставка на скорость работы. То есть если вы каким-то образом приверженец камеры Olympus, если они вам нравятся, если вам нравится это направление Micro 430, то это вот, если говорить про профессиональные камеры, то это очень хороший такой вариант именно в плане высокоскоростной съемки, и высокоскоростной фокус, и высокоскоростная съемка. То есть там много моментов, которые именно заточены на скорость. Но у Fuji, вернее, так, у следующего у нас Panasonic, да, идет камера, это которая очень хорошо известна видеографом. То есть очень многие снимают на камеры Panasonic Lumix серии, да, используют их для съемки видео, для съемки серьезного видео. То есть им делают там крутой обвес, эти камеры используются чуть ли не для кино, да, там почти к этому уже подходят, если не для кино используют. То есть очень серьезные такие фотоаппараты. И вот сейчас Panasonic решил себя попробовать в линейке полнокадровых фотоаппаратов. Вот они тоже сейчас сделали полнокадровые камеры. Fuji делает довольно интересную ставку. У них есть профессиональные камеры с кропнутым сенсором EPSC и средний формат. То есть они решили, что мы не будут делать полноформатные сенсоры, как вот Panasonic, например, взял и сделал полноформатные. А Fuji сказали, мы не будем делать, а мы будем делать крупнее, чем полный кадр, чем 35 миллиметров, крупнее сделаем и меньше. Меньше будут быстрее, более скоростные, с большими возможностями скоростной съемки, а с большой будет для съемки профессионалов с высокой детализацией, с высоким качеством, то, что нужно как раз тем, кто снимает на средний формат. То есть они вот такую пошли линейку делать. И вот надо сказать, что да, вот пылевлагозащищенная среднеформатная беззеркалка, Fuji Film, она, в общем, не очень крупная. То есть вот она в руках у человека, да, и видно, что она не очень такая громоздкая. Ее вполне можно сравнить с 5D-фотоаппаратом, да, мы говорим Canon 5D, это вот какой-то такой уже устоявшийся символ серьезной такой зеркальной камеры. И вот мы можем сравнить, например, да, вот этот беззеркальный фотоаппарат среднеформатный, да, у которого большая матрица, и он по размеру практически такой же, как вот зеркальный фотоаппарат 35-миллиметровый. Ну вот как раз что творит беззеркалка. Есть еще и такие довольно интересные решения, про которые я уже упоминал, например, там Pentax 645Z, это тоже среднеформатная, профессиональная, пылевлагозащищенная, зеркальная камера, довольно крупная, довольно такая массивная, но тоже инструмент такой хороший. Есть для любителей шикануть и побаловать себя красивым дизайном и красивыми какими-то дорогими штучками хасельблат на среднеформатной беззеркалке, но это скорее такая, знаете, вот, хоть она и профессиональная, но она скорее такому относится к расслабленному профессионалу, да, не такому, который там зарабатывает деньги постоянно, всегда и всюду. Я бы так сказал. Ну, то есть вариантов очень много. Есть и камеры Leica в профессиональном сегменте, но надо сказать, что цена-качество находится там совсем за грани разумного, на мой взгляд. Поэтому, скажем так, это для тех, кто любит эту систему, кому нравятся объективы, кому нравится работать с этой системой, пожалуй, вот это будет интересно, а вот для обычных пользователей переплачивать и тратить деньги, покупать Leica, мне кажется, нет никакого смысла. Это вот так вот была классификация, которой я себе представляю камер, какие они бывают и какие встречаются примеры этих фотоаппаратов, что вы можете выбрать, да, вот примерно так это выглядит. Теперь давайте поговорим про алгоритм выбора фотоаппаратов. Попробуем как-то обобщить все то, что было сказано. То есть есть такие камеры, есть всякие камеры, есть полноформатные, есть профессиональные, есть любительские, есть зумы, ультра-зумы. То есть опять десятый, все это было очень много всего, слов было очень много сказано. Теперь попробуем это собрать все в кучку. Как выбирать фотоаппарат, да, на что стоит обратить внимание? Итак, поехали. Первый, самый важный вопрос, который вы должны задать себе, при выборе техники, а что мы будем снимать? Вопрос, на который, кстати, не факт, что получится однозначно дать ответы, потому что я очень многим задавал начинающим фотографам этот вопрос, и они спрашивали меня, а какую мне технику купить? Я говорю, а что ты будешь снимать? И большинство людей начинает говорить, я буду снимать детей, пейзажи, я буду снимать, мне нравятся цветочки снимать, макрофотографии, мне нравится снимать спорт, ну и так далее. Начинают перечислять самые разнонаправленные жанры, и порой даже не связанные друг с другом, и ты понимаешь, что человек не понимает, что он будет снимать, и это нормально, то есть здесь нет ничего необычного, здесь нет ничего плохого, просто у человека нет еще не ставления представления, что он будет фотографировать, поэтому нужно пройтись по алгоритму, который сейчас мы попробуем сформулировать. Если есть, то все упрощается, если нет, то пойдем по алгоритму. А пленка или цифра? Ну, пленка это довольно сложный процесс, это проявка, это печать, это ограниченные возможности по съемке количества кадров, это не всегда в плюс, хотя очень многие люди говорят, что это дисциплинирует. На самом деле, зачастую это не дисциплинирует, а наоборот, ухудшает качество съемки, отсутствие большого количества кадров, которые вы можете потратить на какой-то сюжет. Может быть так, что это сделает человека таким вот, типа, что я буду фотографировать, это не очень интересный сюжет, и потом хоп, и упустил интересный действительно сюжет. То есть такое происходит довольно часто, и я могу так сказать, что многие профессионалы, которые раньше снимали на пленку, перейдя на цифру, они так вздохнули с облегчением, сказали, ух, ограничения сняты, теперь нам все очень хорошо, все замечательно, до красивых цветов мы доведемся сами, все сами сделаем, нам и так все хорошо, или там цветокорректор нам поможет, а вот ограничения, которые были на пленке, они сняты, и нам теперь хорошо на цифре. Очень многие профессионалы так говорят, и назад возвращаться не хотят. Но плюсы и минусы есть у того другого вида съемки. Я рекомендую, если с точки зрения обучения, то брать исключительно цифру, потому что обучение на цифре намного быстрее. Это мы уже говорили, поэтому повторяться нет смысла, и поэтому я хочу сказать, что решение съемки на пленку в наше время, оно должно быть очень хорошо мотивируемо. То есть вы должны как-то понимать, зачем вы снимаете на пленку. То есть если вы это понимаете, то да, можно взять вторым фотоаппаратом, можно попробовать на что-то поэкспериментировать, но вот прям вот без четкого понимания, для чего вам это нужно, что вы хотите добиться, смысла покупать пленки нет. И пленочную технику использовать тоже нет. Для обучения цифра однозначно лучше. Исключением могут быть вот такие камеры, как вот моментальное фото. Инстекс, полароид, до сих пор выпускают китайцы кассеты для полароида, можно купить их. Это исключение, потому что вот эти камеры, они позволяют, во-первых, как раз почувствовать всю ту самую пленочную тему с небольшим количеством кадров. Вот кассета на 10 кадров, она стоит приличных денег, и вот ты снимай с умом, да, вот как раз, да. И плюс это нет такого обременения из серии, там, печать, проявка, нужно то, нужно все. Ну, с точки зрения именно творчества, с точки зрения именно какого-то интересного подхода, вот такая камера будет довольно интересным решением. Я всем рекомендую купить камеру моментального фото и снимать на нее, особенно если вы собираетесь развиваться фотографией, потому что это как раз вот тренирует, оттачивает навыки съемки каких-то интересных сюжетов. Без каких-либо обязательств, да, без каких-либо там сложностей при съемке. То есть это хорошее решение. А мы будем говорить дальше про цифровую технику. Пленочную оставим в стороне, это для каких-то определенных задач, а мы будем говорить про более широкий круг задач, про цифровую технику. Что будет, если человеку очень хочется купить какую-то конкретную камеру? Ну вот прям жжет, очень хочется вот аж, там, спать не могу, да, кушать не могу, да, как хочется вот эту конкретную камеру. На самом деле, тут мой совет такой, если хочется, берите. Вот мне кажется, это правильный подход, потому что, если говорить про фотолюбительство, от слова любить, нужно, чтобы техника, которой вы пользуетесь, приносила вам удовольствие. Чтобы вы взяли в руки фотоаппарат и ощущали кайф от того, что вы используете эту камеру. Чтобы вы снимаете, и вы, опять же, чувствуете кайф, вам приятно, вам хорошо. Да вот это важно. Не нужно в данном случае как раз слушать каких-то людей, которые говорят, да вот эта камера у нее, то у нее все. Если вот горит прямо, если реально желание купить такую камеру, то отказать себе не нужно. Потому что, ну вот, опять же, знаю много примеров таких, да, когда там какая-то техника, которую не хотелось брать, на нет сводит у любителя желание вообще заниматься фотографией, да. И наоборот, знаю очень много случаев, когда человек покупает какую-то прикольную для него вещь, она его прет, ему нравится ее брать с собой, ему нравится фотографировать, ему нравится, как она звучит, ему нравится, как она в руках лежит, как она выглядит. И может быть она не идеальна, может быть камера вообще не лучшая по характеристикам, не самая там прекрасная из возможных и очень дорогая, может быть, но человек снимает, снимает, снимает и выходит потом из него хороший фотолюбитель, а то и профессионал. Поэтому тут не нужно себя ограничить, это, мне кажется, правильно. Стоит ли при выборе техники ориентироваться на авторитетные тесты? Это такой довольно часто возникающий вопрос. Есть сайты, которые занимаются тестируемой техникой. Вот, например, DXO, очень известный такой сайт, который прямо вот сравнивает фотоаппараты, сравнивает матрицы, сравнивает их возможности, потом выдают какие-то рейтинги. И такой сайт не один, их много. Ну, давайте для примера я вам покажу, как работает вот эта система сравнений не на фотоаппаратах, а вот на смартфонах. На смартфонах чуть попроще это видно, и чуть более такая наглядная ситуация. Тоже тестирует смартфоны, тоже проверяет их качество съемки, тоже возможности проверяет, и вот как это происходит. Вот есть очень такой популярный, очень такой уважаемый, мне очень нравится этот сайт depreview.com. И вот в 2017 году он выпустил такую статью, довольно забавную, довольно интересную, поскольку мне нравится вообще все, что связано с смартфонами, съемка на смартфонах нравится. Он выпустил статью, в которой вот некое такое, выдал обобщение, какие есть лучшие смартфоны с фотоаппаратами, с камерами в стране. Вот такая вот статья была. И тогда, в тот момент только появился iPhone X, iPhone X, правильно поговорить, iPhone X, десятка. И этот iPhone получил награду за лучший дисплей. То есть вот то, что у него там были фотоаппараты, две камеры, как раз там, по-моему, первый, у кого он появился. Ну или не первый, один из таких вот продвинутых. Многие какие-то возможности у него там, что-то там, новые процессоры, то есть iPhone X, все это как-то отошло на нет, в сторону. И вот лучший смартфон по версии вот этого вот уважаемого издания получил в номинации именно лучший дисплей. То есть вот он сказал, вот лучший дисплей у него. Все остальное, там вот другие смартфоны, у кого-то там лучший Zoom, у кого-то лучший для съемки черно-белый, у кого-то лучший для вычислительных и так далее, и так подобное, а вот это лучший смартфон с лучшим дисплеем. Окей, едем дальше, залезаем на DxO, сайт, который, как я уже говорил, тоже тестирует и смартфоны в том числе, и смотрим рейтинг, да, вот рейтинг мобильных телефонов, и что мы тут видим в этом рейтинге, там первые места Huawei, HTC, Huawei, Samsung, Xiaomi, Google, и вот тут на каком-то там шестом, седьмом там месте, да, наконец-то Apple. Ну хорошо, может быть, может быть, что действительно не самая лучшая у них камера, есть более крутые смартфоны, вполне возможно, они снимают лучше и снимают круче, и может быть их выпускается больше, поверим. Зайдем на сайт фотохостинг, очень крупный, один из самых крупнейших фотохостинг, Flickr, очень известный такой, на котором выкладывается огромное количество фотографий, это, можно сказать, релевантное такое, с точки зрения изучения статистики комьюнити, где очень много фото выкладывается. Давайте посмотрим, они ежегодно публикуют статистику наиболее популярных фотоаппаратов, которые используются. Что мы видим в этой статистике? Что-то как-то вот, да, хочется спросить, что-то странное, неладно, давайте крупнее посмотрим одну деталь, и видим, что наиболее популярная камера на Flickr, это огромный ресурс, на котором еще раз зарегистрированы миллионы людей, iPhone 6, как так? Вот статистики в этих самых, вот там Huawei, там HTC, они все давно уже прочно обосновали верхние ряды, и самая популярная камера, самая популярная камера вообще среди всех фотоаппаратов, это, включая Nikon и Canon и Sony и прочее, 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 iPhone 6. Самый популярный среди смартфонов опять iPhone 6. Что-то какая-то неувязка, да, где-то какая-то проблема, и где-то кто-то, да, про это самое, да, и получается, что вот эти все красивые и классные бренды, которые захватывают там первые места таких искусственных тестов, они, да, не то чтобы я хочу сказать, что они как-то накручивают себе рейтинг, не хочу сказать, что это как-то там все подтасовано, но нужно понимать, что есть большая разница между этими тестами синтетическими, которые проводят эти фирмы, а синтетические тесты обязаны быть, потому что нужна воспроизводимость, то есть тесты чем хороши, чтобы они были именно воспроизводимые условия давали, да, чтобы у нас было так, получалось, да, что у нас вот в одном случае мы сняли одним, и другим одинаковые были условия, не было разницы в самих тестах, поэтому они синтетические, поэтому получается результат вполне возможно, что отличается от правды жизни, а правда жизни и реальный подход говорит о том, что вот те смартфоны, которые не набирают максимальных очков, пользуются больше популярностью у фотографов, и ими больше снимают. Этому есть отдельное обоснование, мы об этом поговорим уже live, если вы захотите, то есть когда мы будем говорить с вами онлайн, я могу эту тему вам попробовать объяснить почему, если вы мне напомните, если скажете, я вам расскажу почему, и объясню, почему так происходит, потому что этому есть обоснование, вполне логическое, но пока можно сказать, что есть разрыв, и поэтому говорить, что вот ориентироваться на сайты, которые занимаются тестированием, я бы сказал, что это не самое лучшее решение, не самая лучшая идея. Стоит ли потратить больше и взять профессиональную технику? Ну такой тоже вопрос довольно часто возникает, потому что многие люди от недостатка информации, от недостатка знаний, они думают, что ну вот если я не знаю, что мне взять, то, наверное, я возьму самый дорогой, самый крутой, самый навороченный, потому что, ну в нем уж точно все будет. И вот тут как раз кроется ошибка, зачастую, что в профессиональной технике может чего-то и не быть, чего есть в продвинутых камерах, в профессиональной технике может там не быть какого-нибудь автоматического режима, к примеру, и начинающим фотографам это может быть довольно серьезный такой удар, потому что, а как мне снимать, я только купил фотоаппарат, я еще не научился, я хочу фотографировать. А автоматики нет никакой, потому что, ну подразумевает, что если ты купил профессиональную камеру, то все сам, все сам, все сам знаешь, как нужно настроить, и, конечно, может быть, что это будет такой некий удар. Утрирую, конечно, но суть такая, да чего-то может не быть, то, чего есть в любительских камерах или в продвинутых камерах, в профессиональных может не быть, а работать она будет сложнее, работать будет с ней более требовательно, такое может быть. Мало того, как я уже говорил, профессиональная техника, это не всегда про максимальное качество. Профессиональная техника, это про надежность, это про надежность, еще раз повторяю, это про удобство и надежность. Большие кнопки, большие рукоятки, удобно в перчатках, работает зимой, работает под дождем, снимает надежно, не ломается. Вот о чем профессиональная техника. За это переплата, за это дополнительные деньги, причем немалые деньги. Поэтому если у вас нет задачи снимать в сложных условиях, то, конечно, вам не нужна профессиональная техника. Не нужно на этом заостряться, не нужно на этом заморачиваться. Зеркальный или беззеркальный фотоаппарат? Так долго и подробно про это рассказывал, показывал и демонстрировал, что я думаю, что смысла нет никакого. Обсуждать это еще раз. Зеркальные системы, на мой взгляд, сейчас покупать смысла нет никакого. Ну, то есть, если она у вас есть, зеркальная камера, используйте, снимайте, она принесет вам очень много хороших кадров. Если вы к ней будете покупать новые объективы, то она еще долго вам прослужит. Даже если это старая зеркальная камера, она очень долго будет давать вам хорошие кадры и радовать вас снимками. При покупке новых объективов будет даже радовать классными снимками. но покупать новый зеркальный фотоаппарат смысла никакого нет ну нет никакого смысла потому что беззеркалки делают все то же самое а и то и лучше но при этом весят меньше и легче и вот и все все остальное дальше по списку поэтому однозначно беззеркалки сейчас на если вот сейчас собирается покупать то скорее вот этот момент на что смотреть в первую очередь то есть вот вы собираетесь покупать на что нужно смотреть первую очередь давайте пробежимся итак первый момент который вот мне кажется наиболее правильный более верный нравится вам или нет то есть вот пришли потрогали взяли в руки посмотрели вот вас есть цели и задачи что-то вы хотите снимать вот нравится вам подходит вот лично вам эта камера под ваши цели кому-то нужна дизайнерская вещь тот купит там лейку да красивую не посчитается день с ногами кому-то нужно чтобы это была функциональная вещь тот купит не знаю там профессиональную камеру да чтоб она была реально надежная там защищенная и так далее кому-то нужно компактную камеру легкую да и тогда он возьмет там что-то небольшое с небольшим сенсором с небольшим размером матрицы там типы олимпуса и будет снимать на него в путешествиях потому что это будет компактная легкая и не очень тяжелая камера кому-то не нужно все эти сменные объективы и все это никому не уперлась вот эти вот все от сложности со сменой с покупкой новых объективов тот купите ультразум и будет рад вообще да вообще да 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 небо и больше на и будет ему очень классная камера она будет довольно крупная но зато она будет одна на все случаи жизни вообще никакой головной боли кто-то обойдется вообще смартфон тоже нужно понимать что это в принципе тоже вполне плохую неплохое решение вполне подходит то есть вот нужно понять нравится ли нет задачи у вас есть какие-то цели что вы хотите снимать какие у вас есть условия в которых вы снимаете и подходит вам или нет второе уже конечно изучать после того как вы приняли решение что вот мне нравится вот такая-то камеры такая-то камера вот они мне подходит под мои задачи дальше изучать технические характеристики вот насколько подходит вашим задачам нужна скоростная съемка ну вот может имеет смысл посмотреть там технику олимпус да или последний камеры fujifilm но при этом компактные довольно легкие или нужно там высококачественная картинка тогда нужно смотреть полнокадровый фотоаппарат и тогда вот может быть nikon полнокадровый который недавно вышел может быть canon полнокадровый может быть вы хотите не знаю там вот опять же компактную маленькую камеру тогда может быть вам нужно взять компактор x100 маленькую камеру которая будет размером в пачку сигарет и будет всегда с вами в путешествиях главное аккуратно и носите и она с вами будет отличным помощником будет делать прекрасные кадры например то есть вы уже дальше изучать технические характеристики вгрызаетесь разбираетесь а я вам помогу у нас еще будут занятия в которых мы будем обсуждать всю технику как это все устроено как это все работает безусловно все расскажу только потом имеет смысл уже смотреть цены и доступность компонентов то есть уже что там предлагается какие цены потому что ну нет смысла выбирать по ценам если вы не знаете что нужно вам этот аппарат или не нужен поэтому цены идут потом очень важный момент доступность доступность про него часто забывают иногда бывает что фотоаппарат стоит недорого относительно недорого вот например объективы дороги такое бывает прямо у системы sony это очень распространенное явление хорошие объективы для системы sony стоят прям как чугунный мост поэтому далеко не всегда имеет смысл допустим покупать потому что вы поймете что вот да камера прекрасная хорошая но объектив так не купить получается очень дорого это тяжело это напряжено может быть надо взять что-то другое может это какую-то попроще систему если вы хотите именно с этой системой дружи или бывает такая ситуация что вот набора китовый продается то есть вот есть допустим с минимальным объективом это есть а вот дополнительные какие-то объективы в вашем регионе не продаются ну потому почему да по какой-то причине например в том месте где вы живете продавцы решили не завозить там технику олимпус там фуджи на завозе только кэнон и никон а вам кэнон и никон не нравится вам хочется что-то из другого арсенала купить и вот это надо подумать хорошенько да потому что может быть вы купите а потом будете ездить за 3-9 земель чтобы купить какой-нибудь дополнительный объектив или вспышку это тоже вопрос такой сервисное обслуживание безусловно тоже нужно опять же узнать как обстоят дела с сервисным обслуживанием то того бренда который вы собираетесь выбрать потому что камеры ломаются нужно быть готовым к тому что ломается любая техника новая старая даже вы можете купить из коробки достать фотоаппарат может сразу сломаться это конечно очень печально очень грустно но никто от этого не застраховано то есть это брак и заводской никто от него не застрахован автомобильные бренды например бывает что там сотнями тысячи отзывают автомобили чтобы исправить какую-то деталь которая бракована до это довольно серьезные затраты это довольно серьезные такие вот промахи который случается и при этом все нормально к этому относятся mica никто не переживает и поэтому нужно, чтобы сервис был все-таки какой-то удобоваримый, чтобы это, опять же, не за 3-9 земель было, и желательно, чтобы это было как-то доступно и нормально. И еще один момент, на который я бы обратил внимание, это какие камеры есть у ваших друзей. Обязательно этот момент, я бы на него обратил внимание, потому что все сразу купить нельзя, все объективы сразу купить нельзя, это очень дорого, все вспышки тоже нельзя купить, это, как правило, просто очень накладно, во-первых, а во-вторых, просто в этом во всем надо разобраться, то есть нужна информация, как это работает, как это для чего нужно, как это хорошо или плохо, то есть все это нужно обязательно разобраться. И поэтому даже просто совет спросить, если вы купили, допустим, камеру Nikon, а у всех друзей Canon, вы приходите и говорите, а вот как это настроить, они говорят, да мы не знаем, у нас гранат другой системы, поэтому мы тебе ничем не поможем. Я не говорю, что это обязательный фактор, я не говорю, что камеры у ваших друзей это обязательно прямо, если все с Canon, то я с Canon должен ходить, нет, конечно, это не обязательно, но вот эту тему имеет смысл тоже посмотреть, потому что обмениваться объективами, обмениваться информацией, имеет смысл тоже делать это как-то все более-менее такое разумно, да, строить. Но это вот то, что касается основных компонентов. Вот такой вот алгоритм, это было у нас то, что касается каталогизации, то, что касается вот какой-то классификации техники, я думаю, с этим мы разобрались, если что-то осталось непонятно, если что-то осталось неясно, то давайте вы будете задавать вопрос, у нас будет онлайн-занятие, мы будем на нем все подробно обсуждать, вы можете заготовить, прям взять себе там файлик, завести в этот файлик, писать вопрос, и когда у нас будет онлайн-занятие, вы в него прям этот файлик берете, залезаете, копипейст, мне загружаете вопрос, я на него буду отвечать. То есть у нас будет такая возможность пообщаться лично, и я буду вам подробно рассказывать, если что-то вам было интересно, и что-то важно, чтобы я объяснил, Я обязательно все это расскажу. Итак, домашнее задание. Это единственное в своем роде домашнее задание на этом курсе, когда нужно будет отобрать из своих архивов, то есть из записи ваших фотографий, которые у вас есть, из багажа накопленного как раз, отобрать три своих самых лучших кадра, причем снятые на любую технику, на любой фотоаппарат, с любыми навыками, с любыми умениями, неважно, как вы это сделали, в автоматическом режиме, самого так получилось, или как-то вы там долго колдовали, или что-то вы с этими фотографиями долго делали, долго мучили, это не играет никакой роли. Главное из всех своих фотографий, которые у вас есть, отобрать три самых лучших, которые вы считаете самыми прекрасными, самыми лучшими, и загрузить. В чем очень важное условие, на которое я обращаю внимание, три фотографии, то есть не две, не четыре, а именно три фотографии. Я потом расскажу, зачем это нужно было, именно почему слово «три», в данном случае оно не играет никакой роли, можно было установиться на пяти, можно на шести, но мне нравится слово «три», но оно важно, чтобы оно соблюдалось, именно три, то есть в данном случае важно жесткое ограничение три фотографии. Если не хватает, то думайте, что можно скрести. Если слишком много, отбрасывайте, оставляйте то, что нужно. Итак, отобрать три самых лучших фотографии и загрузить их. Это первое домашнее задание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!